На сегодняшний день её можно назвать набатом. Набатом для науки и для всего человечества. Потому что в игромании нет ремиссий. Неурофизиологические изменения в мозге уже происходят после шести часов. Ребят, кто-то тогда из нас не игромат. Просто честно ответите. Те технологии, на которых построены сегодня компьютерные игры, игровые автоматы. Это просто-напросто технологии, которые отрабатывались годами в специальных лабораториях, чтобы зомбировать человека. Ребёнка не можно было взять в казино. Что они сделали? Они его ставили возле ресепшена. Я приходила, девочка сидела на диване. Я уходила, девочка сидела на диване. Интересно, что придумали в США при поддержке Департамента внутренней безопасности и армии. Там разработали специальный груз-симулятор расстрела школьников. Игрок имеет одно единственное преимущество. Он может встать из-за стола или закрыть, нажать на крестик в углу экрана и её прекратить. Добрый день, уважаемые зрители и участники! Сегодня мы приступаем к ещё одному очень интересному проекту в рамках игры профессионалов «Что такое сознание», который, я думаю, будет очень многим людям интересен и, что самое важное, полезен и познавателен. После всего того, что мы уже сняли, может возникнуть естественный вопрос, как и у нас, у участников проекта, так и тех, кто нас смотрит, о чём же ещё? Что они расскажут, что они будут раскрывать, в чём разбираться? Но на самом деле есть ещё очень много аспектов, есть ещё очень много тем, в которых необходимо. И действительно стоит разобраться в первую очередь профессионалам, специалистам, и потом уже эти знания, эту информацию доносить до всех нас, обычных людей, которые по обыденности в своей жизни просто не обращают на это внимания. И вот как раз именно сегодня и будет такая тема, на которую мы просто, наверное, или забыли, или же подумали, что она не такая важная или актуальная, как, допустим, тема наркотической зависимости, как тема суицидов, или же вопрос секса, взаимоотношений. Сегодня мы поговорим об игромании, об игромании в общем и в целом. Сегодня мы попытаемся разобраться, в чём природа и суть этого явления, а точнее, в чём её популярность. Обсудим с теми, кто сам играл или играет, и как раз поговорим с профессиональной точки зрения, является ли это зависимостью, является ли, возможно, это болезнью, или вообще что это за явление игромания, и почему она так популярна и развита в сегодняшнем дне. Начнём, наверное, по нашей старой доброй традиции, с исторической сводки. В общем, я думаю, вряд ли это будет для кого-то сюрпризом, что люди играют давно, испокон веков. Поэтому, пожалуйста, слово нашим профессионалам. Здравствуйте. Есть мнение, что игровая зависимость актуальна для людей только последние несколько десятков лет, когда появились видеоигры, компьютерные игры. Но если на самом деле окунуться в глубь истории, то станет понятно, что проблема игровой зависимости имеет уже историю не в одну тысячу лет. Следы азартных игр находят археологи во всех древних культурах. И древний Китай, и древняя Индия, древняя Греция, древний Рим везде находят так называемые кости. Сначала кости имели сакральное значение, использовались в гаданиях, в бросании жеребьев. Затем они стали использоваться в качестве атрибута игры. Причём игра имела как раз азартный характер. Самые древние, пожалуй, кости, которые были найдены, это кости, которые были найдены в царских захоронениях древнего шумерского города Ур. Это датируется третьим тысячелетием до нашей эры. Кости имели разную форму, и четырёхграммную, и пирамидальную, и шестиграммную, как мы сейчас её знаем. Во многих древних источниках, литературных в том числе, находятся признаки о том, что в игры в кости играли люди очень давно. Например, в древнеиндийских литературных памятниках Ривьеда и Махабхарата как раз игра в кости упоминается неоднократно. Есть даже в Ривьеде гимн игрока, где описывается игра в кости. Причём там как раз делается акцент на том, что игра в кости — это чуждая человеку, игра, которая имеет магическую природу. В Махабхарате игра в кости является основной сюжетной линией, и там интересно описание игроков перед игрой. Я даже хотела бы зачитать. «По жадному блеску их глаз и трясущейся рукам было видно, что они из той человеческой породы, имя которой — игроки». Также игры в кости были распространены в Древней Греции. В мифологии также упоминается, что три брата разыграли мироздание в кости. Зевс выиграл в небеса, посейдон — море, а проигравший Аид был вынужден спуститься в ад и править царством мёртвых. В Древнем Риме также играли в кости, но там были запрещены игры, кроме праздника Сатурналей. Однако люди играли круглый год, в том числе императоры и писатели римские. Но римское право обязывало по требованию проигравшего вернуть ему проигрыш, если он того хотел. Также в Древнем Риме была известна игра, которая сейчас напоминает шашки современные. В древне-германских государствах также была распространена игра, но поскольку там государство никак не регулировало этот процесс, там игра отличалась особой жестокостью. В частности, если человек проигрывался и не мог никак вернуть долг, то его продавали в рабство и тем самым выплачивали его долги. И это подтверждается долговыми расписками, которые археологи находят. Карты, предположительно, появились в X веке в Китае. Сначала они были рисованными. До того, как в XV веке появились известные нам сейчас масти, на них изображались жёлуди, кубки, мечи, листочки и другие предметы. А ещё раньше, в V веке, появилась лотерея. Китае официально появилось в некоторых городах Бельгии и Франции. И они созданы, были организованы для того, чтобы пополнить местный бюджет. И горные дома появились, ну, стали распространяться, скажем так, в XII веке, но днём рождения казино историки называют 577 год до н.э. и связывают с Римской империей, когда римский император в честь бога-хранителя урожая создал так называемый «Большой цирк». Это такая сеть целых игровых развлекательных мероприятий, где люди могли и днём, и ночью играть на тотализаторах и в кости. Официально, легально первый игорный дом или, как их называли, «малый дом», «домик», в переводе с французского как раз и есть «казино», они возникли в Венеции в 1626 году. В Париже в 1765 году возникло первое казино, которое мы вот сейчас понимаем. То есть там уже была охрана, которая совершала на входе отбор, то есть не всех подряд пускала, только людей с респектабельной внешностью. Внутренний интерьер поменялся, стал роскошным, условия, сервис стал качественным. И открыл такое первое казино в Париже, министр Франции, для того, чтобы опять-таки пополнить казну. Как раз в то же время там появилась рулетка. Образование самой рулетки, создание рулетки, неоднозначно по некоторым данным считают, что её создал офицер полиции, который хотел создать такой совершенный прибор для того, чтобы не было возможности жульничать в игре азартной. А по другим данным, прообраз рулетки создал Блэс Паскаль ещё в 1655 году, как раз накануне своего ухода в монастырь. Тем не менее, как бы то ни было, но рулетка очень быстро приобрела широкую известность, популярность и стала неотъемлемым атрибутом каждого казино в любом городе. Ещё можно сказать о том, что в XIX веке казино приобретают такой массовый характер и становятся таким хобби. Любой уважающий себя человек, который считает себя обеспеченным, был обязан хотя бы раз засветиться в казино. Ещё интересный такой факт, связанный с развитием казино, — это 1861 год, когда французский шулер Франсуа Бланк, переехав в Монако, выкупил у князя игорную концессию и создал в Монте-Карло казино, театр, шикарную гостиницу. Но сейчас на весь мир гримит это место. Примерно в эти же годы в Азии открываются казино, крупнейшими из них являются Макао и Сайгон. Также нужно сказать о том, что в 1895 году был создан игровой автомат, однорукий бандит, как мы его сейчас называем. И его создание приписывают американскому механику Чарльзу Фею. К XX веку все основные, известные нам сейчас игры, уже были созданы. Они постепенно приобретали всё более широкое распространение, развитие, и продолжалось это вплоть до 1972 года, когда были созданы первые видеоприставки и видеоигры. Вот в этот момент уже к играм получили доступ молодые люди и подростки. Ещё одной вехой стало открытие в 1996 году онлайн-казино. Это произошло практически сразу после создания интернета. и с открытием онлайн-казино широкий доступ к играм получили уже и женщины, сейчас имеют доступ к этому и подростки, потому как онлайн-казино позволяет играть анонимно, не видно, кто там по ту сторону экрана находится. Если проследить вот эту историю, то становится понятным, что если изначально только мужчины имели доступ к азартным играм, потому как финансы были сосредоточены в основном в их руках, женщины играли, но меньше. Играли они и в шашки, конечно, и в кости немного играли, и в рулетку, хотя за игорным столом женщина воспринималась не очень, скажем так, лояльно, всё-таки могли её и высмеять как-то, но то есть доступ был ограничен. А вот с приходом онлайн-казино все ограничения были сняты. И сейчас мы видим, что в игру вовлечены и мужчины, и женщины, и подростки, и даже дети. Поэтому, конечно, нам сейчас навязывается мнение о том, что это вовсе не проблема игромания, что ей подвержены только отдельные слабовольные люди. Но если посмотреть в проблему глубже, то оказывается всё совсем не так. Спасибо. Спасибо большое, Наташ. Ну что ж, очень хороший экскурс, и как раз, я так понимаю, все присутствующие, все те, кто нас смотрит, они сейчас начинают понимать, что мы подходим к тому, что это явление является массовым. И вот насколько оно массовое, мы дальше будем продолжать об этом говорить, мы будем говорить о статистике, мы будем говорить о цифрах, мы будем говорить о том развитии, которое сейчас упомянула Наташа, только вот уже поэтапно. И для того, чтобы, наверное, у большинства из наших зрителей не возникало вопросов о том, что же это такое и к каким последствиям это может привести, мы сейчас озвучим несколько примеров из жизни игроков. У нас среди наших гостей сегодня есть люди, чья профессия связана с игорной индустрией, ну и, естественно, есть также люди, которые сами играют. Но опять же повторюсь для всех, игромания в широком и полном понимании этого смысла слова. То есть здесь и карты, здесь и рулетка, то есть все те услуги, которые предлагают казино, здесь и видеоигры, да, и все те услуги, которые появились на современном рынке, когда начала развиваться технология интернета. То есть это всё игромания, начиная от ставок на спорт и заканчивая просто-напросто игрой у подъезда в домино. Ребята, это всё игромания, и мы говорим конкретно о ней. Переходим к примерам. Ребята, я знаю, у нас на связи Кристина и Николай. Слово вам, пожалуйста. Я могу поделиться, когда я в казино работала, то, что касается детей, было часто, как бы игроки приходили с детьми в казино и возмущались, как бы, почему у вас нету, где с кем оставить детей, почему у вас нету каких-то нянек. И они даже были готовы как бы заплатить кому-то из персонала, как бы, деньги, чтобы кто-то посидел с их детьми, пока они будут, как бы, играть. У нас такой услуги, как бы, не было, но были такие случаи, когда, допустим, приезжали муж, жена, они приехали с ребенком, с маленьким, 4 годиком. Естественно, они его в казино взять не могли с собой, они его оставили на парковке в машине, в открытой машине. И ушли играть. Прошло где-то 4 часа, они ни разу не пошли ночью проверить машину, есть ли там ребенок остался, есть ли он там есть, есть ли все в порядке. Никто совершенно не интересовался. А потом малой просыпается, весь истерик и в панике, где родители выходят с этой машиной, начинают искать родителей, сильно плачут и не может найти, понять, что происходит. Нашел его охранник, привел его в казино. В казино как раз находилось больше тысячи игроков, то есть понять, кто конкретно его родители, было довольно трудно. То есть мы начали пересматривать видеозапись, камеры, кто же родители. В итоге мы нашли этих родителей спустя некоторое время. Причем еще интересно, как бы родители сами были еще недовольны, что их отвлекли от этой игры, что их отвели от игры и что им надо идти заниматься как бы своим ребенком. А второе тоже приезжало, ну с женой, у них была девочка тоже где-то лет 11-12, тоже ребенка не можно было взять в казино. Что они сделали? Они ее ставили возле ресепшена на диване, посадили с планшетом. Я, допустим, приходила на работу в 10 часов утра, уходила где-то в 12 часов ночи, в час ночи. И девочка сидела, вот я приходила, девочка сидела на диване, я уходила, девочка сидела на диване. Она никуда не уходила. Мама единственное, что делала, она только приходила к ней, приносила ей покушать, ну как к собачке какой-то. Она вот на, покушай и все, больше меня еще как бы не интересует. То есть ребенок, по сути, он там 3 или 4 дня, они там были, и ребенок просто не уходил с этого, ну не слазил с этого дивана. Она постоянно была на этом диванчике как бы 3-4 дня просто за планшетом, как бы сидя, да. И тут, ну так возникает момент, а где вот эта материнская забота какая-то? Вот как, ну ты же родитель, вот твои дети, почему тебе в приоритете вот это пойти поиграть? И такое впечатление, как будто вот эти дети для тебя были какой-то нагрузкой в этот момент, как будто они как, ну мешали тебе вот пойти поиграть. У меня в примере, я работал в одном большом казино, ну оно огромное было, и они вообще пошли дальше, они сделали услугу такую, выделили место, там большие игрушки, домики для детей, там машинки всякие были. И были няньки специальные, где приходили родители, оставляли там детей, сами уходили в игровую зону для взрослых, а детки оставались в игровой зоне для деток. Потому что детям по закону в многих странах нельзя посещать как бы ту зону, где играют уже в азартные игры. Вот, ну это уже как бы на поток такое в многих больших заведениях сделано. Услуга, что можете не отрываться вообще от эры. Спасибо, ребят. Спасибо большое. Ну, очень показательный пример как раз именно того слова, которое употребила Наталья, рассказывая об истории. Что же это за порода такая, игрок, да, и что вот ему свойственно? Свойственно забыть ребёнка на парковке, свойственно ребёнка оставить на диванчике, пока удовлетворяется. Ну вот что? Потребность, зависимость, что же это такое? Да, вот сегодня, ну и вообще сегодня можно часто услышать, что это нечто безобидное, безобидное хобби, да? Но те истории, которые сейчас были приведены, это лишь капля в море. На самом деле их очень много. И я хочу сейчас привести ещё некоторые из них для того, чтобы даже самим ответить на вопрос. Вот считается, игры могут развивать некоторые навыки, они могут быть полезными. Но вот те истории, которые сейчас я зачитаю, я думаю, каждый сможет самостоятельно сделать вывод, что же за навыки развивает игры. 13-летний китаец спрыгнул с крыши многоэтажного дома. В его комнате нашли четыре предсмертные записки, составленные от лица своего персонажа из компьютерной игры, где он говорил, что хочет встретиться на небесах с теми, кто тоже играл в эту игру. 20-летний американец пустил себе пулю в лоб из-за потери виртуальных артефактов в популярной онлайн-игре. 23-летний тайванец умер в интернет-клубе от остановки сердца после того, как провёл за играми трое суток. В тот момент в заведении было более 30 посетителей, но никто не заметил, что рядом умер человек. Труп обнаружила уборщица спустя 9 часов. 40-летний китайский геймер приговорён к смертной казни за то, что он убил друга, продавшего без его согласия виртуальный меч, которым они владели в многопользовательской ролевой игре. В китайском городе Ханчжоу 19-летний парень провёл 6 дней подряд в интернет-кафе. Когда он, наконец, покинул заведение, то уже не мог адекватно оценивать время и пространство. Вскоре полиция обнаружила его без сознания возле железнодорожных путей. Ноги молодого человека напоминали куски гниющего мяса. Оказалось, что парень сбежал из дома, захватив с собой все свои сбережения. Денег хватило на шестидневный игровой марафон, во время которого у геймера сгнили ноги. Всё это время в кафе стояла изнуряющая жара и духота, а его ноги постоянно кусали комары. На месте укусов образовались язвы, а из-за отсутствия должного ухода кожа начала гнить. 14-летний мальчик, сидя за любимой компьютерной игрой, услышал, как в соседней комнате громко плачет девятимесячная сестричка. Брат подошёл к ней в сильном раздражении и тряс её до тех пор, пока она не затихла. Спустя три месяца малышка умерла от травмы мозга. В России подросток из-за того, что родители отобрали у него клавиатуру, чтобы он не смог ночью играть в свою любимую компьютерную игру, пришёл ночью к отцу и нанёс ему несколько ударов молотком по голове, что было смертельным ранением. После этого мальчик пришёл к матери и под угрозой того, что с ней тоже расправиться, потребовал вернуть ему клавиатуру, после чего вернулся к игре. В 2010 году в Южной Корее грудной ребёнок умер от голода, пока родители увлечённо играли онлайн в выращивание виртуального ребёнка. Интернет-зависимая пара ежедневно проводила в компьютерном клубе по 10-12 часов. Своё дитя при этом они кормили из бутылочки только раз в сутки. Девочки, которая родилась недоношенной, часто давали испорченную молочную смесь, а когда она плакала от голода, её били. Однажды утром, вернувшись домой после очередной онлайн-сессии, родители нашли дочь мёртвой. И вот это лишь небольшая часть тех историй, которые можно сегодня встретить, услышать. И просто возникает вопрос, какие же навыки, полезные навыки развивают компьютерные и другие игры? Это навык умирать, навык убивать, навык забывать, что такое близкие люди, что такое родители, что такое дети. Да, очень хорошие примеры, естественно. Да, они показывают не просто суть, они показывают как раз именно губительность того явления, которое мы сегодня разбираем, в котором мы хотим понять, что же привлекает людей играть, что такого интересного в игре, что человек способен на такие поступки. И сейчас легко предположить, что многие из тех, кто услышал эти примеры, услышат в своей голове «Да меня это не касается, я не такой» или самая пресловутая фраза «У меня всё под контролем». Когда хочу, тогда играю, когда не хочу, тогда не играю. Вот знаете, все эти люди, о которых сейчас говорили ребята, о которых говорила Лера, поверьте мне, они слышали то же самое. И вот элементарно, любой человек, который когда-либо играл в своей жизни или играет сейчас, разве вы не хотели в определённый момент жизни уединиться? Просто потому, что вас раздражают близкие и не дают вам поиграть в вашу любимую игру. А откуда появлялось это раздражение? И почему именно вам хотелось уединиться? И где гарантия, что если вам не дали реализовать это желание, вы не возьмётесь за молоток? Вопрос остаётся открытым. И вот обратите внимание, а ведь это была широкая география и Азия, и Америка, и Европа, и возраста от 13 лет и до 40. Разве это не говорит о том, что это явление является масштабным? Мы в одной из игр, в которой разбирались в вопросах алкогольной и наркотической зависимости, говорили о том, что алкоголизмом страдает 99% взрослого населения нашей планеты. Но с игроманией дело обстоит ещё хуже, потому что в игромании, уже как мы слышали, вовлечены не только взрослые, но и дети, при том дети раннего возраста со стопроцентной вовлечённостью. Но большинство людей, больше 90% людей не осознают игроманию как зависимость, как серьёзную проблему. Я скажу больше, что несмотря на масштабность, всю масштабность и глобальность этой проблемы не осознают даже специалисты, которые её изучают. И во многих научных статьях можно встретить такие фразы. «Сама по себе игра не опасна, но существует категория людей, для которых вовлечённость в неё становится патологическим». И официальная статистика, которую нам предоставляют из этих научных статей, говорит о том, что игромания страдает как патологической зависимости примерно от 0,2 до 5,5 процента населения нашей планеты. Но я бы хотела привести примеры другой статистики. Ученик шестого класса сделал научно-исследовательскую работу по теме игромания. Целью этой работы было определить, какое влияние компьютерные игры оказывают на развитие ребёнка и на его психику. В том числе он поставил себе цель определиться с тем, насколько это распространённое явление. И вот результаты его исследования. В его исследовании участвовали ученики его школы с 5 по 11 класс включительно. Выводы были следующие. 100% детей играют в компьютерные игры. 100% школьников имеют персональные компьютеры и смартфоны и иногда не один. Если говорить о времени, которое дети проводят в непрерывной игре, то 45-50% ежедневно проводят час-тире три за компьютерной игрой. Примерно 45-50% проводят от 3 до 8 часов непрерывно за игрой каждый день. И более 8 часов ежедневно проводят за игрой 2-3% школьников. При этом как реагируют родители на увлечение детей компьютерными играми? от 45-70% родителей реагируют нейтрально. 37% реагируют плохо, не одобряют. Но это родители в основном детей где-то 5-6-х классов. А хорошо реагируют 18-28%. Но я скажу, что каждый из нас может провести эту статистику, и я думаю, что она будет достоверной. например, если мы обратим внимание, что происходит с нами, с каждым из нас, насколько мы вовлечены в эту игровую зависимость, насколько вовлечены в неё наши родные и близкие, наши знакомые, наши коллеги по работе. Вот я недавно ехала в Столичном Экспрессе, путешествие заняло 6 часов, и рядом со мной сидели двое молодых людей, парень и девушка, где-то в возрасте 23-24 года. Каждая из них непрерывно. Молодой человек сидел ближе, я видела игры, которые он менял, 4 часа непрерывной игры, пока он не вышел. Один раз, единственное, он их переключал от одной игры к другой, какие-то там стрелялки, и гонялки, он их постоянно менял. Пару раз он переключался на очень такую громкую, жесткую, ритмичную музыку. 4 часа непрерывно. Рядом сидела девушка, начав с просмотра каких-то новостных лент, она точно так же переключилась на какую-то игру. И если пройти просто по салону вагона и понаблюдать. Я прошла, если заметила, трое людей пожилого возраста дремали, потому что путешествие утомительное довольно. Все остальные пассажиры, маленьких детей сидели за игрой в своих телефонах или планшетах. Вот и статистика. Можно привести другой пример статистики, которая, на мой взгляд, более наглядно показывает, насколько это явление распространённое. Если брать доходы из горного бизнеса, эти данные есть, их можно найти. Они превышают доходы от кинематографа и всех видов спорта вместе взятых. Они исчисляются сотнями миллиардов долларов. На мой взгляд, это наглядная статистика, и она даёт нам более достоверное представление о том, насколько это явление распространено. Но вот что ещё бы хотелось сказать? Сейчас приводили примеры, на мой взгляд, ужасающие. Они ужасают тем, вот страшно то, что в обществе, которое называется цивилизованным, совершенно утрачено ценность жизни. Даже врачи, мы уже говорили об этом, они могут говорить, что это не такая уж большая проблема, это не такое распространённое явление. Всего лишь одна смерть или две, или сотня, или тысячи. Мы утратили ценность жизни человеческой. Разве может быть, чтобы в человеческом обществе было проигнорировано и вот с равнодушием воспринято смерть хотя бы одного человека. Об этом стоит задуматься нам. Какое мы сегодня общество? К вопросу о статистике ещё бы хотелось дополнить, что входит в эти цифры. Потому что любой доктор зайдёт в интернет и увидит. Да, что там патологическая игромания, вот Диана правильно сказала, максимум 5,5%, всё, больше эти цифры нигде не показывают. Я начну с того, что вообще статистические исследования в этом направлении мало достоверны, потому что проводятся очень мало в каких странах и условия проведения этих исследований тоже сомнительны. Но даже в эти цифры что входит? Входит то, что по критериям международной классификации болезни МКБ-10 и ДСМ-4, ДСМ-5 считается патологической зависимостью к азартным играм. То есть смотрите, в эти цифры вообще не входят в зависимость от компьютерных игр, от видеоигр, которые сейчас занимают самый большой процент. Она просто с какой-то молниеносной скоростью распространяется в обществе, захватывая детей от возраста дошкольного. То есть это сюда не входит вообще. А если мы посмотрим эти критерии, то вы там найдёте такие пункты, что человек вообще уже не справляется с этим влечением. Он хочет бросить и не может. Снова возвращается к игре, он обманывает своих родных, он уже совершает преступления, у него есть нарушения, депрессивные суицидальные мысли приходят, а мысли об игре становятся навязчивыми. То есть он постоянно это перепроживает в своей голове, фантазирует об этом и вспоминает об этом. То есть мы, по сути дела, ведём речь о чём? О том, что человек уже начал деградировать. Он деградирует нравственно как Личность и он деградирует социально. То есть он социально уже становится дезадаптированным. А то, что относится вне этого всего, называют это социальной игрой, как бы приемлемой и в рамках нормы. Но, по сути дела, это же два этапа одного и того же процесса, который ведёт в никуда. Вот вам и статистика. Спасибо большое. Я знаю, что у нас есть кому дополнить ещё эту информацию. И вот поскольку была поднята тема детей, детской игровой зависимости, начиная с дошкольного возраста, поэтому, пожалуйста, Алина. Добрый день. Я хотела бы поделиться результатами небольшого исследования, которое я проводила на тему того, какие игры на сегодняшний день предлагаются на рынке. Это игры, которые можно найти в любом магазине, например, в другие магазины. Приложения для детей, начиная от одного года, и фактически до бесконечности. Уже в возрасте одного года есть приложения, которые предлагают ребёнку, например, собрать вместе фигурки или цвета, собрать что-то в определённом порядке. Предлагается это всё как приложения, которые развивают мелкую моторику или логику ребёнка. На самом же деле, если посмотреть на них внимательно, то в этих приложениях каждое действие, которое должен выполнить ребёнок, сопровождается определёнными звуковыми эффектами. Это эффекты, стимулирующие радость от победы, это конфетти, шарики, салюты, которые летают. То есть, по сути, каждый раз, когда ребёнок одного, двух, трёх лет правильно выполняет это задание, он испытывает чувство гордости от его выполнения. А что же происходит, если ребёнок не выполняет правильно задание? Тут же идут звуковые сопровождения другого характера. Это может быть, вы знаете, как в театре, когда много зрителей разочарованы игрой. Это звуковое сопровождение, обозначающее их разочарование от его действия по сути. То есть, в этот момент ребёнок испытывает негативную эмоцию от невыполнения. Для него это не является больше обычным действием, обычным обучающим моментом. Это момент, в котором он учится испытывать эмоцию. Это момент, в котором постоянно стимулируется его гордыня. Если мы начинаем смотреть приложение для более старшего возраста, немного меняются задания. Где-то нужно уже складывать слова, где-то нужно уже выполнять какие-то математические действия, но каждое действие, тем не менее, сопровождается вот такой же стимуляцией эмоций. По сути, ребёнок учится всегда эмоционировать, по сути, ребёнок всегда находится на волне стимуляции своего эгоистического начала, своей гордыни. Это не то же самое, что он на полу собирает пирамидку или кубик, это абсолютно другое. И реагирует он совершенно иначе, чем когда у него кубики не сложились или пирамидка упала. Он не просто начинает собирать это сначала, а прежде чем выполнить это действие, он испытывает определённую эмоцию. Также, если вы заметите, в любом практически возрасте эти приложения сопровождаются очень быстрой сменой картинки. И если посмотреть на это, это очень интересное наблюдение, потому что это, по сути, повторяет принцип работы казино и других игорных заведений. у детей более старшего возраста, начиная уже от 7-8 лет ближе к 11-12 годам, это период первичного, вторичного энергетического всплеска, добавляется соревновательная основа. Тут уже ребёнок не сам проявляет какие-то определённые умственные действия, а он начинает соревноваться с другими. И чаще всего это выводится на соревнования, которые приводят к тому, чтобы ты победил, ты убил, ты прошёл, ты самый лучший, ты король, ты лучше всех. И всё это бесконечно сопровождается теми же звуками. В этом возрасте вот уже я обратила внимание, даже похоронные марши играют, если ты проиграл. То есть какая сильная эмоция вызывается от проигрыша. И всегда идёт стимуляция, стимуляция гордыни, стимуляция того, что ты должен стать самым лучшим. Также сопровождается быстрой сменой картинки. То же самое состояние гипноза, в котором ребёнок не понимает, сколько времени он провёл за этой игрой. Если он закончил игру и спросить у него, сколько ты сейчас играл, как ты думаешь, ребёнок не может ответить на этот вопрос. Потому что то состояние, в котором он находится в этот момент, это не его обычное состояние, это необычное состояние сознания. Поэтому это очень интересно проанализировать. И проанализировать это может каждый родитель, который с радостью даёт своему маленькому ребёнку iPad или другой любой гаджет для того, чтобы он тихо вёл себя в очереди, для того, чтобы он не позорил родителей в общественном месте, для того, чтобы он хорошо кушал, для того, чтобы родители могли заниматься своими делами, а ребёнок не мешал. В этот момент, в виде каких-то успехов, родители испытывают чувство гордости. Какой у меня замечательный, какой у меня умный ребёнок, какой он талантливый, так разобрался быстро с такими сложными предметами. И при этом родители абсолютно не понимают, что и в их жизни, и в жизни детей происходит очень важное событие, событие тотального порабощения человека. Они сами это делают, мы делаем своими руками, со своими детьми, не отдавая себе отчёт. Я думаю, что многие родители сталкивались с такими ситуациями, и я столкнулась с такой ситуацией совсем недавно. Мы летели, это был длинный перелёт над океаном, долгий перелёт, ночной перелёт. Я была абсолютно спокойна, что поскольку это ночной перелёт, доступа к Wi-Fi, к онлайн-играм нет, и дети будут отдыхать. В среде ночи моя дочка разбудила меня, потому что он сказал, что с братом что-то происходит. Я застала его в состоянии, ему 12 лет, мальчику 12 лет, я застала его в состоянии истерики, когда он рыдал, как трёхлетний ребёнок на борту самолёта, бился в истерике настолько бурной, как будто в его жизни произошло самое страшное, что могло произойти. когда я стала с ним разговаривать, и выяснять, что произошло, оказалось, что он в режиме оффлайн включил компьютерную игру, в которой нужно строить свой мир. Это очень известная игра, которую, кстати, по ошибке многие родители считают игрой, которая прекрасно разбивает логику и мышление ребёнка. И вот случайно, нажав неправильную кнопку, в этой игре он удалил свой мир. И это вызвало в нём такую негативную эмоцию, такую истерику и такое горе, которое я не могла остановить очень долго. Я пыталась призывать к его разуму, я пыталась успокаивать его, несколько раз поправляла его в туалет умываться холодной водой. Ничего не помогло. Единственное, что помогло, когда я уже приняла решение напугать вот эту обезьяну в нём и сказать ему, знаешь, если ты сейчас не успокоишься, мне придётся просто обратиться к капитану корабля и попросить проекцию на посадку на борту форс-мажорная ситуация. И вот это единственное, что его… Он вышел как будто из этого состояния оцепенения, в котором он находился, какое-то вот колдовство с него спало и вроде бы к нему вернулось реальное восприятие действительности. Через две недели он уже не помнил о том, что произошло. После этого, конечно, мы ввели рестрикции к играм. Через две недели он ко мне подошёл и сказал, «Я вообще не понимаю, почему я не могу играть». Он абсолютно забыл о том, что это было с ним. Спасибо большое. Вы знаете, очень интересно, когда мы озвучивали примеры игроков, то часто звучат слова «Я не знаю, что со мной происходило», «Я был как будто бы под гипнозом», «Я вышел словно из какого-то тумана». И, пожалуйста, обратите внимание на вот эти слова и почему игроки описывают эти состояния, потому что дальше в нашей сегодняшней игре мы это разберём и мы попытаемся объяснить и найти природу этого явления, что же это за состояния такие, почему они поглощают человека и достаточно настолько неестественно его держат. Я тоже хотела бы согласиться с участниками, которые высказывали свою позицию, что главная роль здесь за родителями. И мы своими руками своим детям это всё вкладываем. Я в практике сталкиваюсь с тем, что родители вообще считают игру чем-то обыденным, безопасным и даже удобным инструментом для их общения с детьми, потому что с помощью игры очень удобно манипулировать, использовать игру как поощрение и наказание. Сделал ребёнок что-то хорошо, пожалуйста, тебе ещё дополнительное время можешь поиграть. Не выполняет ребёнок какие-то требования, родители запрещают игру, и ребёнку всё равно как он это сделает. Он быстрее наспех всё сделает, чтобы только от него отвязались и дали возможность подключиться к игре. И даже смертельные случаи всё равно не наталкивают родителей на смысл того, что это всё опасно. Например, в Екатеринбурге подросток 12 часов подряд играл в игровом клубе, ему стало плохо, он всё равно продолжал игру, был доставлен в больницу и умер там от инсульта. И врачи констатировали, что никаких предпосылок хронических каких-то для возникновения такой болезни смертельного исхода у него не было. Конечно, наложились какие-то факторы, но решающим со слов врачей является именно игра. И как отреагировали родители? То есть они говорили, что они не запрещали ребёнку играть, он имеет право на отдых, и таким образом он просто снимал напряжение после учебного года. привела примеры, что уже с рождения, с младенческого возраста у детей вот эти игры. После вот этих игр, ярких, красочных картинок сознание детей просто не воспринимает обычную информацию. Вот попробуйте после планшета вот этих игр взять и почитать ребёнку сказки. Воспримет он вообще нашу информацию? Навряд ли. Психологи по поводу вот этих ярких образов и картинок уже давно пришли к выводу, что определённое сочетание цвета, музыки, образов может вызвать зависимость у детей вообще с одного раза? Не этим ли объясняются вот те истерики, которые мы наблюдаем у детей? Почему, когда ребёнок играет с мамой и заканчивает игру, он реагирует на это спокойно? Но когда вы забираете у ребёнка планшет или отрываете его от компьютерной игры, как Алина сейчас рассказывала, всегда следует истерика. Что происходит? Какая информация поступает к детям через вот эти цифровые носители, что идёт вот такая реакция? И вот по поводу развивающих игр. Я в своей профессиональной деятельности, когда вот это всё началось, тоже попробовала развивать, например, внимание с помощью компьютерных игр. Потом, когда я стала отслеживать результат с помощью уже стандартизированных методик, бумажные варианты, психологи знают, что это такое, то результата никакого не было. То есть что они развивают? Ещё такой момент. Мы, психологи, то есть по роду своей деятельности исследуем состояние внимания, мыслительных операций у детей, которые приходят в школу. И то, что наблюдается дефицит внимания, нарушение внимания, об этом уже кричат просто все специалисты. Я и мои коллеги, мы тоже наблюдаем, что с каждым годом эти показатели становятся всё ниже. И вот смотрите, мы сейчас все говорили, что вовлечённость детей в компьютерные игры 100%. Эти игры преподносятся как развивающие уже с младенческого возраста. Игры на любой вкус, то есть разного уровня, каждому ребёнку всё подберётся. Я когда читала описание игр, то есть там родителям рекомендуется каждый день играть, и тогда с вашим ребёнком всё будет в порядке. Он будет таким развитым. Но почему тогда мы, психологи, при исследовании вот этих функций наблюдаем совершенно обратный результат? Причём вот эти дети, когда приходят в школу, что происходит? Вот уже говорили, эти картинки формируют клиповое мышление. Учитель начинает объяснять материал, и больше пяти минут ребёнок его не слышит. Ему становится неинтересно. Подавайте ему яркие образы, кричалки, звуки, двигающиеся объекты. То есть обычную научную информацию он воспринимать просто не может. Специалисты тоже подтверждают многие эту точку зрения, что эти игры совсем не развивающие. Например, встречало такое мнение профессора, доктора биологических наук Вячеслава Дубынина. И он говорит, что компьютерная игра, даже если это не просто стрелялка, а более сложная программа, задействует лишь небольшие участки головного мозга. Остальные просто бездействуют. И вот эти участки задействуются только на уровне простых рефлексов, которые нужно выполнять к тому же с предельно большой скоростью. Это вызывает переутомление, тут же ухудшается память, эмоциональное состояние и начинаются срывы. То есть о полезности этих игр, наверное, каждый сам может сделать вывод. Еще у детей очень популярны игры, где главными героями являются монстры, людоеды. И вот посмотрите, какую инструкцию приводят создатели игр. Например, под мостом вы встретите двух людоедов, зарежьте их, как вы забиваете крупную дичь и идите дальше. По пути вам встретится еще один толстяк, убейте его, заберите все его сбережения и продолжайте свой путь. И преподносится это все как борьба со злом. То есть людоед, отрицательный персонаж, нужно его победить. Но не кажется ли вам, что под предлогом вот такой борьбы со злом дети просто программируется на садизм. И другой вариант поведения им не показывается. И смотрите, в этих же играх за каждое убийство ребенок получает подкрепление либо бонусами, либо какими-то звуковыми сигналами. Какое поведение закрепляют эти игры у наших детей? Кроме садизма и агрессии я больше ничего не увидела. Ведь главное в компьютерной игре это реалистичность. И создатели игр борются за повышение вот этой реалистичности. Ребенок видит на экране кровь, оторванные части тела, и это для него становится вообще полностью нормой. То есть стирается грань, и вот эта грань между что можно и что нельзя вкладывается детям уже с детства. У детей происходит идентификация с этим героем. Вот когда он управляет вот этими боями, это не его герой это все делает, это делает сам ребенок. Особенно если игра настолько реалистична, ну например когда игрок видит себя из глаз своего персонажа, то он просто вживается в эту роль. Он когда играет, он также уклоняется от каких-то ударов, он вздрагивает, то есть он проживает все эти эмоции и всю ту жизнь этого героя. Получается, что дети не играют в насилие, они управляют этим насилием и они его совершают. Могу тоже подкрепить примером, кто работает в детских коллективах с этим сталкиваются. Посмотрите, как играют дети и во что они играют на переменах. Уберите у них все игры, гаджеты и посмотрите, как они играют. Они продолжают играть в те же самые игры. Они называют себя именами героев, они используют ту же самую атрибутику и копируют то же самое поведение. Одна из учительниц приводила такой пример, у нее шел урок в младших классах окно было открыто. И кто-то проходил по улице и в класс раздался звук из какой-то игры. Дети мгновенно поскакивали и начали повторять все движения из этой игры. То есть малейший стимул и на уровне условного рефлекса все поведение просто воспроизводится неосознанно. Спасибо большое за информацию. Мы идем дальше. Очень полезно было услышать то, что ты сказала. Перед тем, как мы перейдем к нашему следующему пункту, исключительно подрезюмировать, еще хотелось бы раскрыть одно понятие. А вообще что значит зависимость? О том, что такое аддикция, любовь. Это постоянное навязчивое желание совершать однотипные действия. И только тогда возникает вопрос, кем это желание навязывается человеку. Потому что само определение уже наводит на мысль о том, что человек не управляет своим состоянием, как минимум. Знаете, мне еще очень понравилось выражение профессора богослова Осипова. Он говорит, любая зависимость — это форма рабства. И продолжая его мысль, вот тоже одно из определений зависимости — это подчиненность другой, чужой воле, не имея своей собственной свободы. И теперь просто давайте с вами расширим эти два понятия в рамках нашей гипотезы. Поскольку вышла на АЛЛАТРА ТВ передача «Свобода от диктатуры зверя внутри себя». Так вот, какой свободой человек не обладает и что ему не даёт следовать воле своей. Но при этом мы все прекрасно знаем, кто познакомился со знаниями, изложенными в книгах Анастасии Новых и в передачах с Игорем Михайловичем Даниловым, что человек является всего лишь проводником воли животного разума и воли духовной. Так вот, что это за воля, которая толкает человека играть и какой свободы нету у игроков. И продолжая тему масштабности, я, наверное, приведу ужасающую статистику, которая отмечается в очень многих публицистических работах ваших коллег. Есть профессор психиатрии клиника имени Кронштадтского вроде бы в Москве. Так вот, он говорит, что игромания на сегодняшний день достигла, наверное, своего пика. Это является очень популярной и хорошо развиваемой индустрией. 85% людей, независимо от возраста, независимо от социального статуса, если они столкнулись с игровым автоматом, вот то, что называется однорукий бандит, но в современной его версии, то есть это когда одна кнопка, на которую человек нажимает, 85% продолжают играть. Большая часть из этой аудитории это люди-пенсионеры. Тоже стоило бы задуматься. Что такого в этой одной кнопке? А сегодня уже было сказано, что мобильные приложения, компьютерные игры, они создают определённый рефлекс у человека. Это подкрепляется картинками, музыкой. И просто-напросто вспомните. Возьмите свой телефон, посмотрите, да, вот та игра, в которую вы любите играть, находясь в очереди. Задействован один палец. Ребята, один палец, одна кнопка. Картинки, музыка и атмосфера, которая создаётся в игорных домах и казино. А разве это не программирование? В чистом виде. И вот именно как раз те специалисты, которые сегодня действительно пытаются разобраться в этом явлении, в его сути, они просто заработают на этом денег. Они пишут об этом и говорят, что мы видим, что это просто-напросто верх программирования человека, что те технологии, на которых построены сегодня компьютерные игры, игровые автоматы, это просто-напросто технологии, которые отрабатывались годами в специальных лабораториях, чтобы зомбировать человека. Это всё легко найти, эти работы научные, вы сможете это сами всё прочитать. Да даже читать не надо. Обратите внимание на то, как вы играете и во что вы играете. и вам всё сразу станет понятно, в чём суть именно вот этой зависимости и какой воле подчиняется игрок. А можно одну минуточку? Вот хороший вопрос вы задали по поводу «а чьей же воле?» Если человек проводит либо волю животного разума, либо волю духовного мира, то чьей же воле в данном случае он подчиняется? Мне кажется, ответ настолько очевиден, что не нужно даже обладать специальными знаниями. Вот как мы ощущаем волю животного разума, мысли, сознание, они к нам навязываются со скоростью 60 мыслей в секунду. И каждый человек знает, каждый человек, на что бы он верил или не верил, но знает, что если он зацикливается на каких-то мыслях, он не может сам от этого избавиться. И многие именно с этой, ну вот как бы основной запрос к специалистам, когда люди приходят, говорят, уже не могу, я постоянно зациклю на одних и тех же мыслях, как переключиться и так далее. То есть если я уже попала, то не могу выйти, не могу с этим справиться. А как каждый из нас ощущает волю духовного мира? Вот есть такое понятие, как совесть. И все знают, что с этим понятием связано такое, говорим, очень тихий волос совести, это шёпот совести, и не каждый слышит его. вот и ответ. Он простой, очевидный. Спасибо. Хотел затронуть тему о том, как же формируется игровая зависимость. Это в подтверждении и того, что это не случайность, это технология. Есть такое простое понятие ящик скиннера. Это коробочка, в которой сидит мышка, у мышки есть рычажочек, нажимает на рычажочек и упадает корм. Всё очень просто. Так вот, привыкание формируется примерно по такому же принципу. Во-первых, человеку нужно сделать простое действие. То есть ему предлагают совершить элементарное простое одно действие. Либо это нажать кнопку, либо дернуть за рычаг однорукого бандита, либо это в игре нажать какую-то кнопочку, там перейти куда-то, либо это сделать в казино ставку. Простые элементарные действия. Но 12 повторений одного и того же элементарного действия ведут к формированию рефлекса, условного рефлекса. Достаточно 12 повторений уже сформированного рефлекса. Это у собаки, а у человека, у человека более разумного, скорее всего, это происходит быстрее. И наверняка это происходит быстрее. Затем происходит дальше. Тот корм, который получала мышка, в реале у человека заменяется на виртуальный приз, на виртуальный корм. То есть человеческий мозг, он воспринимает виртуальную жизнь, виртуальные подарки точно так же, как и это происходит в реальной жизни. Для него нет разницы. Либо это виртуально, либо это реально. Он начинает получать бонусы, фишки, призы, поощрения, там артефакты, деньги, ещё что-то. Для мозга, повторю, это оно и то же. И здесь очень интересный такой момент. В своё время высший суд Южной Кореи признал виртуальные ценности, полученные в игре, равносильным тем же ценностям, которые человек имеет в реальной жизни. Мотивация была простая. Для получения этих ценностей нужно усилие. Соответственно, суд Южной Кореи признал это одно и то же. Виртуальная ценность и имеющаяся ценность в реальной жизни. Вот факт. Дальше. Заставить надо человека делать это же действие однотипное. Не только для того, чтобы получить приз, а ещё заставить, чтобы он делал его как можно чаще. А как это сделать? Элементарно. Человек совершает однотипное действие, но получает приз не каждый раз, а с определённой периодичностью. Соответственно, количество действий возрастает в разы. А теперь как заставить его делать то же самое, но бесконечно? А это его ещё поставить в условие, когда он, если этого не делает, он что-то теряет. Он теряет баллы, он теряет бонусы, вянет его огород, который он не поливает в виртуальной игре. Приходят орки, разваливают его замок, если он его не поддерживает и так далее. и человек уже начинает нажимать не для того, чтобы получить призы, а для того, чтобы остаться в этой игре. Просто, чтобы остаться. И самый апогей этого всего — заместить его реальную жизнь на эту игру. А как это сделать? Это происходит очень просто. Человек имеет возможность выбирать в этой жизни только то, что он может выбрать. С чем он сталкивается? В виртуальной игре этих ограничений нет. Он может стать мужчиной, женщиной, темнокожим, накачанным, худым, загорелым, в любой одежде. Всё, что угодно. Он выбрать может себе персонажа. Он может выбрать себе место игры. Это может быть пляж, это может быть здание и так далее. Дальше ему нужны какие-то усилия для выполнения этих простых действий. Если простое действие не требует какого-то усилия, это становится неинтересным. Соответственно, небольшое усилие ему нужно прикладывать. Ощущение есть преодоление усилия. И дальше за этим следует опять же апогей. За каждое действие он получает быстрое вознаграждение. То есть каждое своё действие он либо получил поток силы, либо ему пришли там бонусы, он это получает сразу. И здесь, и сейчас, и быстро. И таким образом человек получается зацикленный в этой ситуации. И получается, что игромания — это технология, которая человека просто вводит в состояние, когда он находится в трансе, когда он находится не в реальной жизни, и он теряет возможность даже почувствовать и понять, что за этим, за всем существует другой мир. Не только трёхмерный мир, в котором мы живём, а ещё и духовный мир, в котором мы обязаны пребывать постоянно. И ещё нашёл не так давно интересные слова. Один из достаточно, скажем, активных научных исследователей вопросов игромании, который имеет ряд классификаций, создал, это некто Кастер. У него было интересное такое высказывание, согласно которому один из важнейших критериев в достижении выхода из людомании и является восстановлением способностей любить и быть любимым. Заметьте, недостаточно, чтобы человек просто перестал играть. Это, опять же, просто ремиссия. А нужно, чтобы не только человек перестал играть, а ещё восстановил свои базовые способности, те, которые даны человеку от рождения. То есть умение любить и умение быть любимым. Игорь Михайлович, сегодня хотелось бы поговорить на тему игромании. Сознание очень многих наших зрителей скажет, что, в принципе, эта тема меня наверняка не касается, я же не являюсь игроманом, и вроде как и близкие в этой зависимости не состоят, и вообще в мире патологических игроманов не так уж много. Но хотелось бы разобраться, а так ли это на самом деле. Интересно, что когда-то вы рассказывали о том, что вот этот трёхмерный мир, он очень похож на компьютерную игру, которая, скажем так, прописана очень опытным программистом. И вот сегодня очень бы хотелось провести вот эти параллели двух вот этих миров иллюзорных между собой и понять, а не заигрались ли мы, люди, всё наше человечество, в компьютерную игру? Ну мир-то один. Просто, скажем так, в нашей реальности есть ещё и другие реальности. Или, проще говоря, в нашей иллюзии есть дополнительная иллюзия. То есть система фрактально погружает человека как раз с иллюзии в иллюзию, углубляя на уровень всё сложнее и сложнее. Ну и не сказал бы «сложнее-сложнее». Уровни сложнее — это как раз для тех, кто играет в компьютерные игры. Там, да, там много уровней. Прошёл один, тебе даётся более сложный, то, что программисты прописали. Ну и человек всегда стремится пройти самые сложные уровни и забывает за жизнь в этой иллюзии. Вот это ключевое тоже, что действительно, если посмотреть на современный мир, то получается, что большинство людей настолько они зависимы от вот этих прописанных сценариев, эмоционально зависимы от таких, ну многочисленной зависимости, такие, как и семья, и работа, и отдых, и развлечение, что складывается впечатление, что… Вот ты сейчас интересно задела тему касательно и отдыха, и семьи, и всего остального. Угу. Вот сколько мы знаем людей, да, ну у всех есть знакомые, которые весь год копейку-копейки собирают, во многом себе отказывают. Для чего? Для того, чтобы поехать куда-то в модную страну, в которую ездят друзья и знакомые, сфотографироваться на пляже, ну у каких-то достопримечательностей, чтобы потом где-то там в Инстаграме или еще где-то выставить свои фотографии, что они так круто отдыхают, как и все. Ну разве это не игра? Игра. Всё игра. Да. Просто что еще тоже так интересно было, что, безусловно, там изучали эту тему и смотрели информацию, как там вообще обстоит дело в игромании, какие механики используют, там различные эти программисты. жизни. Ну всё же фрактально повторяется. Что в иллюзорной игре, скажем, компьютерной, человек втягивается, у него есть какой-то аватар, он живет его жизнью, переживает, нервничает, пытается что-то пройти, но каждый шаг прописанный. Что в этой жизни, когда человек живет, извините, за него живут, писать в голове, каждый шаг прописанный. Ведь они же знают наперёд, где он споткнётся задолго до того, пока человек сам узнает. Он ещё с дома не вышел, а у него весь путь прописан. А вот, Игорь Михайлович, Вы тоже в прошлой передаче как раз говорили о том, что тоже похожая жизнь наша на такое существование, скажем, в трёхмерности, похоже на компьютерную игру, и что когда человек заходит в какой-то в игре в тупик, то там, собственно, стена, а в жизни человека система разворачивает. Ага, но здесь есть сознание, да? То есть сознание, оно немножко базово шире, чем возможности компьютера. Поэтому мы замечаем, что в компьютерной игре мы подошли к краю, там, где не прописано, и просто наш аватарчик не может туда пройти. Вот он упирается, топчется на месте, нам надо разворачиваться, или нам пишут, вернитесь в игру, что мы зашли не туда. А в жизни как раз всё стирается. В жизни у нас появляется желание сделать шаг в другую сторону, или складываются обстоятельства, что мы разворачиваемся. Поэтому мы не видим там, где наша игра, жизнь заканчивается, где наши линии, которые нам вывели. Вот в прошлой передаче мы с тобой рассказывали по дороге, по которой должен идти человек, если он духовно развивается, да? Вот есть две полосы, красные линии, за которые сознание не должно выходить. То есть то, что отведено и ограничено этими рамками. Ну так же самое и система прописывает для человека, вот его виртуальность. Как бы он хочет выйти именно в духовное, да? Ну если в духовное, да, человек может. Просто он становится невидимый для системы, неуправляем. А если он хочет зайти где-то шире за возможности, которые ему здесь система вывела, зато возникают уже проблемы. Слишком стараться надо, чтобы мы расширили эти планки. Почему? Опять-таки мы затрагиваем вот то, что мы говорили в предыдущих передачах, это иерархия, а иерархия там очень жёсткая. Ну в принципе так же, как и вот уже, можно сказать, и в этой жизни. В компьютерной игре. Мне попалась информация, что в одной из компьютерных игр, которые сегодня очень популярны, она более чем за год набрала более 250 миллионов игроков. И получается, ну по возрастанию, да, то есть она появилась, и чуть больше чем за год цифра выросла. И ещё дальше, что меня поразило, это то, что сейчас во многих странах компьютерные игры переходят в разряд спорта. То есть устраивают целые соревнования, турниры. Появилось такое понятие, как киберспорт, электронный спорт. Вот пример, наша страна Украина, да, сейчас уже активисты в этой сфере, они предложили ввести обучение этому виду спорта в университетах. И вот один из университетов, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины начинают уже подготовку по специальности киберспорт. То есть где студенты будут, среди прочего, изучать систему подготовки и соревнований в киберспорте, профессиональный гейминг. И, соответственно, раз они это будут изучать как профессию, получается, дальше они в какой-то момент уже начнут и работать как киберспортсмены. И вот интересно, что уже сейчас и в Украине, и в других странах проводятся турниры. И вот в 2018 году университеты Украины поддержали такую тенденцию и организовали студенческий турнир, в котором приняли участие более 150 команд из более чем 67 вузов. И это всё было одобрено и поддержано ректорами вузов. И увидели, что это вызвало огромный ажиотаж. Считается, что это не будет мешать учёбу, всё контролируется, и планируется в дальнейшем участить такие турниры и увеличить их масштаб. Также, как заявляют активисты киберспорта в Украине, они говорят, ну вот такие темпы, такие тенденции могут способствовать тому, что Украина войдёт в ряд стран, ведущих в этой сфере, которые такие, как Южная Корея, Китай, где это уже всё очень развито. Просто тогда один маленький факт по Китаю. В Китае гейминг признали профессией. То есть в последнее время в этой стране очень много зависимых игроков от видеоигр, и пытались их как-то лечить, контролировать это, помочь им, но не удалось, практически не было никакого результата. И тогда, как противодействие, придумали, давайте мы это узаконим. Сделаем это официальной профессией, тогда мы сможем контролировать это и также будет приносить свою пользу. Это уже всё вводится, и предполагается, что они также будут продвигать эту индустрию в своей стране, будут обучать следующих, следующее поколение профессиональному геймингу. И также это выйдет на такой совсем другой уровень, чем сейчас. Понятно, хорошо. Спасибо большое. Но вот как раз к тем, кто продвигает игроманию, игру как вид спорта, который, я, честно говоря, удивлён тому, что уже есть и специальности в вузах, тем более в профильных вузах, спортивных. любой спорт имеет для профессионального спортсмена свои последствия. Интересно было бы задать тем вузам, которые предоставляют сегодня возможность обучения киберспорту, а как они будут сталкиваться с последствиями, как они их будут решать, какую, возможно, реабилитацию или что там ещё они будут предлагать профессиональным киберспортсменам. На самом деле игры — это уже не только вид спорта, это рассматривается в современном обществе как направление искусства, и это называют интерактивным кино, это называют каким-то новым искусством, на которое мы выходим. То есть это некий такой момент прогресса. Мы слышали, каким ужасом на самом деле всё это приводит. Естественно, кафедры и по дизайну игры открываются, есть целое направление геймстадии. Видимо, люди не отдают себе отчёта о последствиях вообще такого явления, потому что я начну с себя. Вот какие у меня стереотипы были в сознании относительно того, что же такое игры и какова их суть и насколько легко они излечимы. К этому что-то приводит. То есть у человека должна быть депрессия, должна быть тревога, либо зависимость какая-то другая, алкогольная или наркотическая. Он должен быть уже с каким-то психическим расстройством, либо у него должны быть проблемы в семье. То есть это какие-то условия развития и воспитания уникальные. Возможно, настолько тяжёлые эти условия в семье, что он, может, даже стал психопатом. Вот у него есть расстройство Личности, вот как описывают, там нарциссическое, гипертимное, возбудимое психопатом. И вот такие люди, то есть это некая такая вот отдельная группа людей, они становятся азартными игроками, зависимыми от игр. Либо это связано с какой-то криминальной деятельностью люди. Ну то есть есть какие-то предпосылки. И никогда самой игре, самой игромании я не уделяла внимания как таковой, как основной патологии, которая развивается в человеке. То есть это рассматривалось мной как следствие других проблем. Я сейчас на самом деле озвучила вам подходы, как понимается в медицине, в науке причина развития игромании. То есть что это что-то с мозгом, то есть в синтезе нейромедиаторов, либо в недоразвитии структур головного мозга. Это, возможно, во внутриутробном ещё периоде произошло. Это вот семья такая, это человек уже с какими-то проблемами или сложностями. Ну и вот в итоге мы получаем эту игроманию. Ну либо это аж аддикшн, аддикция, избегание каких-то проблемных ситуаций. То есть человек бежит от депрессии, от тревоги, от проблем вот в эту азартную игру. Пожалуйста, разбирайтесь с тем, что его к этому привело, а вот азартная игра сама по себе куда-то денется. То есть вот такой в основном подход предлагается. Но если это с мозгом, то понятно, это химические вещества какие-то надо принимать, либо инструментально как-то воздействовать на эти зоны мозга. Если это психологические какие-то факторы, то нужно соответственно разбираться с этим. Но на самом деле игромания лежит в основе и является причиной, а вот эти все расстройства, когда начинаешь изучать действительно исследования научные труды, самое главное, с чем в практике сталкиваешься, что нет, сначала происходит игровая зависимость, а потом меняются нейромедиаторные механизмы. То есть химия меняется вследствие того, что произошло, вследствие вот этой страсти, вот этого влечения, вот этого разрушительного убийственного влечения, которое сформировалось. И что на самом деле оказываются игроманы, они из самых разных семей, оказывается, что они совершенно разные по темпераменту и по характеру, по IQ, по полу, по возрасту. То есть вообще никакие критерии эти не работают, которые выносятся как причина, как понимание природы и сути. Вот это все, другие зависимости, наркотическая, алкогольная, депрессии и тревожные расстройства, до панических атак доходящие, и депрессии, до суицидов доходящие, это следствие уже развития вот этой патологической зависимости. Точно так же, как и происходит очень быстро психопатизация. Если психопатизация, посмотреть с позиции знания, что это такое? Это человек абсолютно под контролем сознания. То есть это человек, который начинает деградировать морально, нравственно и социально терять адаптацию, то есть профессиональную, в отношениях и так далее. Вот то, что выносится как причина, на самом деле мы наблюдаем это как следствие игромании. И вот для меня это было изучить природу игромании, это избавиться прежде всего от этих стереотипов. Из этого всего естественно заблуждения вытекают и психотерапевтические подходы. Какие психотерапевтические подходы предлагаются на данный момент? Гипноз, да? Ну сразу так. Гипноз и зависимость надо кодировать, надо каким-то гипнотическим трансом человеку другую программу поставить, которая хорошая будет, ни которой не будет таких последствий. Позвольте себе предположить клин-клином, да? То есть если игроки описывают о том, что они находятся в неком гипнотическом состоянии, то для того, чтобы их избавить, нужно ещё раз подвергнуть его гипнозу, но уже целенаправленному. Совершенно верно. Результат нулевой. Эти методы, они неэффективны. Мало того, они усугубляют проблему. Вот по той же причине, которую вы уже озвучили. Потому что это усиление, то есть человек и так под гипнозом находится, под гипнозом, под влиянием программ. Заметьте, программы, которые полностью нивелируют работу не то, что там нравственных, духовных каких-то ценностей в человеке, инстинктов. Ведь о чём говорили, вот когда озвучили эти кошмарные случаи коллеги? Они же говорили о том, что не работает инстинкт самосохранения, не работает инстинкт, даже вот у женщины, допустим, забота о потомстве, забота о ребёнке, оно выходит важнее, чем самосохранение. Но и это тоже не работает. То есть подавляется физиологически, там ноги сгнивали у ребёнка, а он даже боли не ощущал, он вообще не обращал внимания на ощущения в теле. То есть это же о чём говорит, что же это за программа-то такая? Помимо гипноза, есть такое направление из той же серии гипнотического транса и манжетивная десенсибилизация. То есть человек, в изменённом состоянии сознания, представляет разные ситуации, в которых он, скажем так, которые провоцируют его на игру и старается там расслабляться, принимать в воображении, заметьте, какие-то решения, которые помогут ему не включиться всё-таки в реальной жизни, когда он с этими стимулами встретится в игру, не начать играть. Но мы же понимаем, вот в передаче с Игорем Михайловичем Даниловым, например, «Сознание и Личность» хорошо об этом сказал, что работать с мыслью на уровне мысли — это просто игрушки, игрушки, которые не работают. Когнитивная та же психотерапия, опять то же самое, то есть изменение убеждений, изменение мотивации и так далее. Опять же, работа с мыслью на уровне мысли. Что мешает? Вот что мне мешало, как специалисту, в этих методах? В какой я тупик заходила? А потому что нет понимания двойственности, нет понимания, что такое сознание и как оно проявляется в человеке, и как оно быстро выведет игрока на снова желание играть, как оно за пять секунд его на это замотивирует, причём исходя из любых жизненных обстоятельств. Для иллюстрации приведу пример одного пациента, который это пронаблюдал, вот как он описывал это. Говорит, «Да всё равно, что происходит. Есть деньги, есть на что играть, делать ставки. Нет денег, ну надо же занять, чтобы сделать ставки и эти деньги заработать». Ушла девушка, приходит мысль, ну бросила из-за игрока, из-за игромании, да. Ушла девушка, приходит мысль, «Ну вот, никому я не нужен. Пойду поиграю». Пойду поиграю, сделаю хоть что-то себе приятное. Вернулась девушка, приходит мысль, «Прекрасно, можно играть, ей всё равно». То есть, понимаете, любая проблема, любая задача в жизни, она решается только так. То есть это прописано на этой программе, других вариантов нет. Когда он вот это всё изучал, то есть вот наблюдал, как в нём это проявляется, как его подталкивает к игре любая мысль, он пришёл в ужас, говорит, «Боже мой, ну это же каждая мысль». Поймите, вот когда действительно мы начинаем изучать, сами люди, которые с этим столкнулись, работу сознания, они видят, как их любая мысль выводит. То есть она убеждает и мотивирует мгновенно. Хорошо, Тань, спасибо. Спасибо большое. И пример действительно повседневный. Я думаю, что все те, кто играл, они знают, что это такое, насколько эти мысли навязчивы. И вот это состояние подавленности, о котором говорят многие игроки, ну я думаю, что оно знакомо всем тем, что когда-то нажимал на клавишу. По поводу психотерапии, потому что он такой очень иллюстративный. Вот исследовали, знаете, есть группы анонимных игроков, как анонимных алкоголиков и наркоманов. И вот эти группы, они давали статистику, что у них 75% из лечения идёт от игромани. Когда начали исследовать, ну вот на самом деле изучать, что же там такое проценты давало, ну это же вообще нонсенс, прорыв в медицине, 75%, практически полное из лечения. Выяснили, что подождите, нет, на самом деле 10%, а когда ещё туда глубже копнули, то выяснилась, какая ситуация, что оказывается, смотрите, вот, например, пришло 100 человек в терапию, из них 90 ушло сразу же с первых занятий. То есть они просто не стали этим заниматься. Остались из этих 110. Из этих 10 один человек, который был очень замотивирован, он действительно хотел выздороветь, он понимал свою проблему, то есть он, по сути, проделал уже большую часть работы. Ну как они пишут, он там вошёл в длительную ремиссию, больше одного года никто их не наблюдал. Вот вам и все результаты. И так по каждому методу. Вот есть ещё один очень интересный момент, когда везде психология, психиатрия, Татьяна его озвучивала, считается, что одной из основных причин, которые приводят человека к той или иной зависимости, к тому или иному виду психического расстройства, обязательно это указывается, что на это влияет, скажем, развитие определённых черт характера у человека, те, которые формируются ещё с детского возраста и закрепляются в его поведении на протяжении жизни. Ну, например, вот если говорить об игровой зависимости, то выделяют там определённый уровень самооценки, низкий уровень, нетерпимость к отказам и неодобрению, импульсивность, высокий уровень тревожности, склонность к депрессиям, нетерпимость к разочарованиям и потребностям в немедленном удовлетворении своих желаний, ощущение всемогущества, склонность к магическому мышлению и так далее. Но если посмотреть на все эти характеристики и вообще посмотреть на любые подобные описания, которые как бы предрасполагают человека к формированию или попаданию в какую-то зависимость, то их можно охарактеризовать одним словом — это формирование эгоиста и проявление эгоиста. И дальше добавляют, что такой ребёнок, такой человек формируется в семьях, где родительское невнимание, отвержение, где детки растут часто без родителей, где в приоритете стоят какие-то материальные ценности, деньги и так далее. То следом идёт другой вывод, что эгоисты растят эгоистов. Но я ни в одном учебнике психиатрии или по психологии мечтала о том, что доброта, взаимопомощь, взаимовыручка, уважение к другому человеку приводят к психическим расстройствам или способствуют развитию зависимости в последующем. А если говорить, откуда у нас берутся одни и другие качества, ну а доброте, любви и так далее, ну они точно могут нам идти. Это посыл из души, мы говорим, это проявление духовности в человеке, истинно человеческих качеств. И они исключают возможность оказаться в каком-то психическом расстройстве или попасть в какую-то зависимость. А если говорить об проявлении эгоистов нас, то эгоист нас — это кто? Это наше сознание. Вот тот самый распиаренный эгообраз, то, как себя идентифицирует сознание, вот это вторичное сознание, интеллект, которое в классической нашей науке, в медицине вытеснило понятие Личности, заменило его. Поэтому можно для себя сделать вывод и определиться, чему нам лучше отдавать внимание и какие качества формировать. Если их формировать, то они сами по себе являются защитой для того, чтобы с нами не происходили подобные тяжёлые. Я социолог, и мне очень интересно услышать мнение психологов, которые сегодня собрались в большом количестве. Так вот, я буквально хочу постановочно заявить о проблеме цивилизационного характера проблемы игромании. Ведь этот вопрос, игромания является тем риском для человека и для человечества в целом, которое связано с цивилизационным переходом в эпоху цифровизации. В Украине два года назад была принята концепция перехода на цифровые рельсы Украины, украинского общества и экономики. И дело в том, что у нас игромания является уже следствием перехода на вот эти цифровые рельсы. И это неизбежно. Нам нужно думать, как эти риски упредить. И у нас что получается? У нас получается, в рамках перехода на цифровое общество усиливаются риски общества потребления. То есть фактически мы говорили о том, что игромания — это индустрия общества потребления. И вот такие наши передачи, вот такие наши коллективные мысли. что делать с этим? Это даст ответ не только нашей стране, не только каким-то отдельным семьям, но и человечеству в целом. Поэтому я только постановочно сказала о том, что эпоха цифровизации уже идет по полной. И одним из рисков, очень больших угроз человечеству является игромания. Спасибо. Говоря об угрозе игромании, уважаемые коллеги, просто надо немножечко разделить ситуацию. Дело в том, что когда мы говорим об игромании, мы говорим либо об игромании классической, либо о зависимости от компьютерных игр. Я напомню, что это не одно и то же. Игромания классическая — это та возможность, которая дает прийти. И зависимость от компьютерных игр — это та возможность, которая дает уйти. Прийти в классической игромании к заработкам, когда речь идет о зависимости от игры на спортивных тотализаторах, и возможность уйти при зависимости от компьютерных игр, когда люди разного возраста таким образом уходят, как бы решая свои собственные проблемы. Вот где это в качестве ремарки. Спасибо. Я хочу ответить, что абсолютно правы. Но игромания, если мы смотрим более глобально, это является порабощением системы Личности. Второе. Я абсолютно не согласна, что игромания классическая или игромания компьютерная — это две разные вещи. Это абсолютно одинаковые вещи. То есть это доказывает неврофизиология, невробиология последних исследований. Поэтому это абсолютно одинаковые функции мозга. И очень много игроманов, которые сидели в казино, потом проходят и сидят на компьютерных играх. И мы считаем, что мы их вылечили. Или они в ремиссии. Геом Сукус в 19-м году сделал такое обширное, глобальное сравнительное исследование. Игромания и мозга людей, которые играют и не играют. Так что там очень важно, что изменения, неврофизиологические изменения в мозге уже происходят после шести часов. Ребята, кто тогда из нас не игроман? Просто честно, ответьте, все поголовно, даже не 80% процентов. У кого нет в телефоне каких-то шариков, а вы пробуете их просто убрать. И вы посмотрите, что такое сознание и как оно будет возмущаться. То есть это зависимость. Молниеносное. После шести часов идут изменения в мозге. Самое интересное, как и что там происходит. Происходит, что зона сенсибилизации допамина уже после шести часов она не реагирует. Эти импульсы начинают происходить в зоне первичных потребностей, то есть секса и еды. Это говорит, что мозг реагирует на игру, как на привычную потребность. И тогда у нас получаются вот эти разные истории, когда люди играют просто сутками, часами. Потом, что показали неврохимические исследования? Показали, что абсолютно это не зависит от допамина. Может, там чуть-чуть сначала, но не зависит. Идёт активация невроадреналина. Что это такое? Это активация страха. Если я зачитаю, что такое слово «азарт», азарт — это эмоция, связана с прозвищением успеха, но не обязательно адекватной реальности. Связана с случаем с игрой, риском, опасностью. То есть само понятие азарта объясняет, связанное с риском и желанием выигрыша каких-то материальных благ. То есть, в принципе, мозг реагирует не как на удовольствие, а как на постоянную опасность и состояние постоянного страха. И, конечно, потом идут все нарушения. Депродакция в функции фронтальной коры, что отвечает за когнитивность, снижает рефлекс, все рефлексы абсолютно, чтение, аналитические работы и так далее. И плюс к этому снижается у людей, которые начинают больше входить в эту зависимость, они начинают брать понятные риски. Там есть очень интересное тоже описание, дают два варианта, как бы рискованное, и нерискованное, но, в принципе, тот же результат. Всегда они берут рискованный результат. И люди просто теряют всё абсолютно, то есть теряют контроль. И если мы посмотрим, как, в принципе, мозг реагирует на что такое игра, он входит в альфа-ритм. Это состояние полного гипноза. То есть, неважно, какой игрой, это та же зависимость абсолютно. Спасибо, Тань. Хотел бы немного дополнить и даже задаться вопросом насчёт той цифры, которая была озвучена ранее, 6 часов. Есть такое понятие у тех, кто разрабатывает мобильные игры, как понятие сессия. То есть, есть там короткая сессия, средняя. И вот как раз таки в понятии короткость сессии это то, когда люди играют в мобильную игру в течение, когда они ждут в очереди или чего-то ожидают. У разработчиков есть такой критерий, что если человек играет игру дольше, чем 5-7 минут, то эта игра его уже зацепила. То есть, он будет ещё раз заходить в эту игру и ещё раз, а не просто возьмёт её и удалит. И вот тут действительно стоит задумать, насколько быстро и молниеносно возникает зависимость у человека от подобных игр. Да, то есть, потом уже в течение 6 часов возникают биохимические извинения, но это уже как следствие того, что человек вложил внимание в какую-то игру и продолжает постоянно это дело, то есть, как бы постоянно в неё играть. Ещё, отвечая на тот предыдущий вопрос, понимают ли те ректоры университетов и понимают ли сообщества вот эту вот проблему игромании. Например, в 1980 году гэмблинг, то есть, от английского гэмбл играть в азарные игры на деньги, было внесено в список заболеваний. Чуть позже патологическая игра в онлайн-игры была тоже замечена и тоже внесена в эту международную классификацию заболеваний, и вот скоро на 2022 году тоже войдёт в список заболеваний, то есть, сообщество как будто запаздывает, и нету такого действительно пристального внимания к этой проблеме. Как мы знаем, что самое ценное, чем обладает человек, это время и его внимание. И вот тут даже вот эти вот пять минут или там семь минут, которые человек проводит там в очереди, он уже тем самым, вот как Игорь Михайлович говорил в одной передаче, что он тем самым как детская лопаточка копает себе могилу. А те патологические геймеры, которые уже так сказать хорошей такой лопатой копают могилу, это уже, конечно, другой вопрос. Но вот тут вот ещё вот что меня заинтересовало, что вот в ответ на то, что была внесена патологическая онлайн-гейминг в классификацию болезней, выступили против восемь ассоциаций, то есть это игровые объединения США, Канады, Австралии, Южной Кореи, Бразилии, которые прислали письмо и напомнили, что 2 миллиарда человек является аудиторией видеоигр. И также они писали, что вреда вот эти вот видеоигр им не приносят. Принимая предыдущую информацию, что человек обрадает временем и вниманием единственный ресурс, который есть у человека, действительно ли это не приносит вреда? Спасибо. Да, спасибо. Наверное, разбить молотком голову своему родителю или порезать мать ножом, это не считается вредом игроку. У меня есть один пример. Вот друзья тоже поделились одной историей. Большая семья, хорошая, дружная, живут в Лондоне. Двое деток ходят в школу. Из них двое практически скоро будут выпускниками. Речь пойдет о младшем. Ходит в пятый класс. За последние месяцы ребенок начал постоянно врать. И врал до такой степени, что был пойман с поличным на месте преступления. И все равно не признался. Разговаривали, объясняли ребенку, что так делать нельзя. Когда до ребенка стало недостучаться, начали запрещать и ограничивать свободу, зону комфорта. Ему разрешалось играть один час в день. Для него этого было мало, так как друзьям разрешали играть весь день, а одного часа было мало, чтобы успеть пройти уровень. Далее его лишили компьютерной приставки. Ребенок стал играть в приставку тайком, и, конечно, этот факт всплыл наружу. Отец горяча шлепнул ребенка по мягкой точке. Вы знаете, как работает система защиты ребенка в Англии. Детям садика вбивают в голову, если тебя в семье бьют, обращайся, мы тебе в обиду не дадим. Своей детской наивностью он рассказал, как с ним поступают дома. И, незабываем, он шел путем вранья и сказал, что силу отец применяет регулярно. Тут английская машина и заработала. Забрала ребенка у родителей, в итоге сейчас ребенок с мамой в Латвии. Они не могут на данный момент вернуться в Англию, семья на грани кризиса. А самое страшное, ребенок до сих пор не осознает масштабов содеянного. И сейчас на данный момент ребенок ходит на приемы к психологу. Хорошо, спасибо. Я хотела дополнить, как проявляется клинически, в чем отличие игровой зависимости от любой другой. Ну, самое первое, самое важное, очень быстрое формирование зависимости. То есть это буквально бывает с первого раза, так и называется. Это реактивный импритинг, то есть такое запечатление очень мощное, с мощным эмоциональным компонентом вот этого игрового события, и потом человека влечет к этому неодолимо. И вот это с первого раза, это достаточно высокий процент, особенно у женщин. Этот процент высок, он вообще 89,7% женщин-игроков, вот они с первого раза, как говорится, вот так стали зависимыми. Потом очень высокая проградиентность. Что это значит? Быстро нарастает и развивается это патологическое влечение до того момента, когда эта потребность становится основной доминирующей. То есть всё остальное уходит семья, дети, работа, развитие, всё это уходит на десятый план, включая иногда и физиологические потребности, насколько мы знаем. То есть вот эта очень быстрая проградиентность, это буквально полгода до полутора лет. Вот настолько быстро она развивается. Это превышает вообще развитие, формирование зависимости в два с половиной раза, даже героиновую зависимость по скорости формирования. И в четырнадцать с половиной раз алкогольную, чтобы было понятно, насколько это злокачественная зависимость. Дальше эпизоды изменённого состояния сознания, так называемый игровой транс. Саша уже сегодня упоминал это состояние, когда человек как в тумане и у него полностью сужено сознание на игре, он теряется во времени, он не помнит последовательности событий, он даже иногда не помнит, где занимал, сколько занимал и что происходило и сколько времени прошло. То есть вот такое изменённое состояние сознания. То есть человек под гипнозом, упоминали, дезорганизованный альфа-ритм, он очень хорошо на нейробиологическом уровне характеризует это состояние. Теперь фантазии игрового содержания это то, что отличает. Очень сильный его называют идиатурный компонент. По сути, это как такая визитная карточка игровой зависимости именно мысли. Всё начинается с мыслей и возвращение к игре, и вовлечение в игру. Причём мысли фотографические, яркие образы, целые фильмы, которые подтягивают вот эту эмоцию азарта в воспоминаниях, либо же в фантазировании об игре. Они занимают практически всё время, игрок начинает планировать, как он будет играть, и как он там переберётся либо на следующий уровень, либо он отыграется, либо выиграет. И вот эти мысли, они очень быстро становятся навязчивыми и доходят до стадии компульсии, когда человек фактически даже без борьбы мотивов, то есть без попытки как-то остановиться, снова начинает играть. То есть это реализуется очень быстро в действии. Вот такая злокачественность, и плюс нарастает деградация Личности. Тоже очень быстро они начинают врать, выносить всё из дома, тратить деньги фирм, компаний на растраты так называемые, хищения. То есть это переходит уже на этап преступности. Высочайшая суицидальная активность нет такой зависимости в мире, которая бы была с такой суицидальной опасностью. Ну назвучу цифры. 86,7% суицидальные мысли, ну это максимальное количество, причём у женщин этот процент гораздо выше, чем у мужчин. Суицидальные мысли постоянные. Суицидальные попытки у фактически 26,7%. В разных научных исследованиях половина игроков, приблизительно там 48,7% пишут, до 52%, это высокий суицидальный риск. То есть постоянные суицидальные мысли, обдумывания, как они это будут делать. Вот такая зависимость закачественная. Хорошо, спасибо большое. Исключительно скажем так объясню, для чего мы сегодня говорим о том, что процент женщин среди игроманов достаточно высокий. И делаем на этом акцент, и приводим статистические цифры в процентах. Когда вышел ряд передач на АЛЛАТРА ТВ с участием Игоря Михайловича Данилова «Зов МАГДИ», «Секс и Духовный путь», «Двойные стандарты сознания», там раскрывается суть женщины, её истинная духовная природа и предназначение. И точно так же раскрывается почему женщина становится более выгодным и лакомым куском для системы. Вот почему именно на женщин она акцентирует своё внимание, расставляет сети, ловушки. Вот как раз эти цифры, которые мы сегодня приводим, они являются, увы, но подтверждениями того, что система она безжалостна по отношению к человеку и непосредственно к женщине. Что ж, Таня, спасибо. Ещё раз мы переходим дальше. Жень, пожалуйста, тебе слово по поводу вот тех исследований, которые проводились на мозг игроманов. Я здесь приведу информацию консолидации сразу нескольких исследований. Это не одно исследование. Это исследование, которое проводилось как по поводу электроактивности мозга, так и данной МРТ, но может быть и частично биохимические изменения в головном мозге. Скажем так, если говорить об электроактивности головного мозга, то тут сразу возникает такая информация о том, что у человека, страдающего игроманией, имеет прогрессирующая дисфункция стволовых структур головного мозга. И вообще, если посмотреть на те изменения, которые происходят именно электроактивности головного мозга и угромана, то здесь сразу обращаешь внимание на то, что это диффузное изменение электроактивности головного мозга с преобладанием альфа-ритма различной амплитуды. Ну, допустим, для сравнения у наркоманов и алкоголиков это преобладающий всё-таки бета-ритм. То есть это сразу говорит об отличии значительном. И при этом обращает внимание на себя тот факт, что формируются атипичные очаги взаимодействия, то есть формирование новых атипичных цепей взаимодействия в головном мозге, которые устойчивы, которые превалируют, и у здоровых людей этих связей не наблюдается. И отмечается ещё также то, что вот эти связи, они усиливаются и активируются в процессе игры, но в периодах между играми, то в период паузы, всё равно эти связи не разрываются, они остаются. И в целом можно сказать об общей дисфункции головного мозга с преобладанием альфа-ритма, но если сравнивать, допустим, с алкоголиками и наркоманами, то там имеется энцефалопатический тип нарушения функций мозга с общим снижением таким электроактивности мозга. Из этого всего я хотел бы сделать акцент ещё на том, что подтверждение того, что говорилось раньше, что вот этот диффузный альфа-ритм, он очень похож и очень характерен для людей, находящихся в состоянии гипноза. То есть активность головного мозга игромана, особенно в момент игры, она очень напоминает ту активность, которая возникает у человека, находящегося в состоянии гипноза. И ещё на один момент хотел бы сделать акцент, это на формировании новых связей. Если посмотреть на те работы, которые были проведены по изучению активности головного мозга по данным ядерно-магнитной резонансной томографии головного мозга, то здесь прямо изучались конкретно центры, которые были либо активированы, либо в состоянии депрессии. Здесь тоже очень интересная картина. В первую очередь отмечается активизация так называемого центра удовольствия, который находится в префронтальных отделах эстриатуме, это поясная извилина. Но при этом в процессе развития игромании этот центр удовольствия себе уйдёт достаточно своеобразно. Снижается активность бюджетеральных отделов префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за гибкость принятия решений и гибкость сознания. То есть человек начинает вести себя шаблонно, то есть становится клиповое поведение. Снижается активность так называемой орбитофронтальной коры. Это часть головного мозга, которая отвечает за социальное поведение человека, то есть человек становится асоциальным. И здесь особенно интересна его левая часть. Это так называемый центр сожаления. Здесь он ведёт достаточно тоже себя своеобразно. Этот центр сожаления естественно в результате проигрыша игрока, независимо от того, это компьютерная игра или это игра в казино, он при проигрыше естественно активизируется. Но он себя ведёт странно и при выигрыше. А при выигрыше он активизируется так же. А активизация его происходит по той простой причине, что получив выигрыш первые несколько долей секунды, человек сожалеет о том, что он не поставил больше. И получается, что этот центр сожаления находится в постоянной активизации. И со временем его функции, его активность снижается. А это своеобразный тормоз в нашем мозге. Тормоз от асоциальных поступков. Таким образом, человек, который попадает в состояние игромании, он не только десоциализируется, он ещё теряет тормоз, который его останавливает по отношению к асоциальным поступкам. то есть получается, игра вытесняет все остальные процессы. И это основывается на физиологии мозга. То есть получается, игроман попадает в такую зависимость, которая установлена физиологически изначально, и преодолеть он её самостоятельно в таком случае не в состоянии. Получается, что человек, во-первых, функционирует в состоянии суженного сознания, то есть он находится в состоянии транса, с превалированием игры в его жизни по отношению ко всем остальным функциям головного мозга, и он не в состоянии проанализировать. И ещё акцентируя внимание, опять же, немаловажный момент, сознание при этом, о чём говорят функции головного мозга, смещает акцент внимания с момента «здесь и сейчас», либо в прошлое, когда он анализирует предыдущую игру, предыдущие ставки, либо в будущее, когда он начинает фантазировать, о будущих ставках, о будущих тактиках, ищет какие-то магические моменты, магические ключи в ставках и так далее. То есть он становится достаточно такой, его поведение становится именно таким, каким нужно сознание. То есть увести человека из момента «здесь и сейчас», либо в прошлое, либо в будущее. Спасибо, Жень. Также из того, что сказал Женя, было очень интересным и важным. Когда игрок выигрывает, он испытывает разочарование. Я думаю, что для многих, тех, кто нас сейчас смотрит, это будет достаточно шоковая информация, потому что многие считают, что людей как раз наоборот затягивает жажда выиграть, стремление к выигрышу каким-то суммам, джекпотам в лотереях и тому подобное. но доказано исследованиями на головном мозге, подтверждено результатами. Во время выигрыша человек испытывает разочарование. И вот та информация, которая прозвучала о том, что человек просто-напросто программируется, программируется играть. То есть он искусственно уводится из одной иллюзии под названием трёхмерная жизнь и загоняется совершенно в другую. Но мы прекрасно с вами знаем, что играя в любые игры, человек уходит и теряет что? Он теряет возможность обрести реальную жизнь. И у него есть право, и у него есть все возможности. И сейчас знания даны, но что делает система? Она просто-напросто предлагает альтернативу. И предлагает её нагло, навязчиво и бесцеремонно. Интересно, что тоже ведь работают вот эти психотехники, которые в играх, они работают и с человеком, что система всегда хочет усложнить вот эти правила игры, хочет, чтобы человек перешёл как бы на новый уровень. И вот это усложнение, как они пишут, что чем больше человек вкладывает естественно времени своего и внимания в вот эти сложные… Да, тем больше это для него становится ценным. Ну а как же, конечно, ведь он там приобретает какой-то уровень, он там приобретает какую-то значимость. А за что борются бесы на земле? За власть, за статус, за свою иерархию. Получается, что человек просто своим вниманием и временем сам формирует сам формирует ценности, да, как бы в этом мире. То есть чем больше я вложился, да, тем… То и получил. Я скажу проще, куда вложил, то и получил. Ведь человек приобретает, в буквальном смысле слова. Если мы рассматриваем вот с позиции экономики сознание наше как один инструмент, Личность как другой инструмент, а внимание это как ресурс, то куда мы вкладываем, тот инструмент и приобретаем, да, ну или какая-то материальная вещь, если мы переведём до таких или иных. Или же мы выбираем жизнь, выбираем Личность, вкладываем своё внимание на её развитие. Или же накормление беса. Ведь они же на самом деле там даже в этих компьютерных играх именно прописывают так, чтобы постоянно у человека на виду были… Постоянно стимулируют. Были тех, кто достигает, были новые возможности и тому подобное. И почему человек в жизни, вот в нашей трёхмерной жизни, он всегда ждёт? Вот кто из вас достиг счастья, ребята? Вот действительно, никто и не сможет достичь в этом мире. Почему? Потому что его здесь нет. У нас есть такая цель «дойдём досюда, построим дом». Банально, вот ещё раз об этом говорю, но построим дом там, всё прописное. Хорошая машина, хорошие дети, хорошая должность. А дальше что? После этого? Рост. А тут просто как в играх тоже параллель проводится, потому что система… Но в играх, извини, нет старости, нет болезней, нет неуважения родственников, нет пугающего внутреннего одиночества среди родных и близких, нет понимания того, что смерть приближается. А выхода нет. Ведь в играх такого нет. Просто система ставит новые новые цели, да. У игров всегда есть выход. У игров всегда есть выход. Конечно. А потом, чем заканчивается игра? То же самое. Триумфом. Ты кем-то становишься. Тебе аплодируют, ты стал героем. В жизни много героев тоже. Люди становятся героями, они хотят ими стать. А что потом, после аплодисментов? Здесь тоже вот парадокс. Ведь самая большая награда в этой жизни, которую может получить человек, это жизнь, это свобода. Но человек делает очень много усилий, вкладывает очень много труда, терпит боль, страдания и всё остальное для того, чтобы взойти на пьедестал, да? Чтоб ему, такие же, как он, аплодировали, но для того, чтобы стать свободным, приобрести жизнь, человек лениться. Да. Почему? Ведь даже тяжело заняться собственным сознанием, банальным наблюдением, для того, чтобы загнать его в угол сознания. А это очень легко сделать на самом деле. Ведь, извините, бесы они всегда разговаривают, они всегда сами подсказывают и всё. Ну когда человек хоть чуть-чуть свободы обретает внутренней, он видит проявление невидимого мира в этом видимом с полными доказательствами, абсолютные доказательства того, как бес манипулирует людьми. Он слышит у себя в голове, как команды в приказном тоне, вот эти желания и стимуляции. Ну, извините, но когда человек свободен, он это понимает, он поступает так, как нужно ему, для того, чтобы получить то, что ему нужно. жизнь. Но когда человек над собой не работал первично или поработал две минуты и уже считает, что он всё постиг, он уже всё знает. Но на самом деле он как был рабом системы, так и остался. Вот, Игорь Михайлович, вы в прошлый раз говорили как раз-таки про то, что разрушить вообще все вот эти сценарии, алгоритмы, системы, может свободный шаг либо самого человека. Да. Один шаг, но настоящий шаг, который делается не под диктовку «бес», а действительно шаг Личности навстречу самой себе. Сейчас мы с вами поговорим о тех стадиях, которые выделяет официальная наука касательно игровой зависимости, но и попытаемся разобраться точно так же и в этом механизме. В современной науке выделяется несколько общепринятых классификаций, стадий, игровой зависимости. Они между собой во многом очень схожи и имеют лишь какие-то незначительные расхождения, и поэтому мы можем рассмотреть одну из них примерно, как развивается зависимость. Вот одна из классификаций, она подразумевает три стадии, которые называются стадии компенсации, субкомпенсации и декомпенсации. И на первой стадии компенсации как раз формируется вот это вот патологическое влечение к игре, и эта стадия, она начинается с того, что игрок испытывает навязчивые представления и фантазирование о самой игре, об особенностях игры, о выигрышных комбинациях. А заканчивается эта стадия тем, что сознание игрока уже фокусируется на самой игре, и человек начинает проживать вот как раз те состояния игрового транса, которые и делают его загипнотизированным. И на этой стадии уже начинаются признаки личностных деструктивных изменений. Вот хотелось бы тоже привести пример, как об этом говорят сами игроки. Начинаешь пренебрегать и отклоняться от своих же моральных принципов, жизненных ориентиров и ценностей ради игры. И многие игроки рассказывают о том, что они чувствовали, когда начали вступать в игру на начале своей зависимости. Они говорят, что понимаю, что начал заниматься порочным делом, чувствую некоторую неловкость с тех пор, как начал играть, сам всё понимаю, что это неправильно. То есть изначально на уровне Личности они чувствуют и понимают, что совершают что-то нехорошее, то, что уводит их от внутренней истины. Но система продолжает навязывать своё и даёт команды играть. Дальше игрок переходит на вторую стадию, где уже стабилизируется сама болезнь. И на этой стадии он проживает этапы выигрыша, проигрыша и такого активного усиленного игрового транса. Заканчивается эта стадия появления мыслей самоосуждения и мыслей о самоубийстве. Но очень часто эти суицидальные мысли не реализуются, а чаще они используются для манипуляций. Вот тоже было бы интересно привести пример, как об этом говорят игроки. «Родители попытались отключить интернет. Мама позвонила провайдерам, а папа закрыл в ящик на замок провода от роутера. Маму я уломал легко, угрожая суицидом. Потом взял гантелью, выбил деревянную дверь, подключил роутер и сел играть». И следующая заключительная стадия это стадия декомпенсации, в результате которой игрок уже приходит к своему печальному финалу. И эти печальные финалы носят такие последствия. То есть человек начинает терять работу, теряет семью, у него начинаются проблемы с правоохранительными органами. Вот сами игроки говорят об этом. Когда родители были на работе, украл 30 тысяч рублей из тайника. Или работа, конечно же, закончилась, и с женой теперь опять у нас развод, уже, видимо, навсегда. чтобы добыть деньги на игру, я совершал противоправные действия. И на этой стадии уже зачастую суицидальные тенденции не реализуются. И вот игроки часто на последних стадиях произносят, что прекратить играть не мог, хотя сам к себе чувствовал отвращение. Хочу остановить это, не хочу играть. Но сознание всегда перехватывает и перекручивает вот эти истинные посылы, которые непрекращающимся потоком идут от души к личности и предлагает своё. Вот в данном случае система всегда говорит «Да, останови это, выйди из игры, убей себя». И вот пару фактов из очень длинного списка, который можно продолжать бесконечно. 23-летний бухгалтер выпрыгнул с 9-го этажа здания в Лондоне из-за карточного долга на сумму 30 тысяч фунтов стерлингов. В подмосковном городе Лобни 14-летний юноша совершил или играть в компьютерные игры. Подросток вышел на кухню квартиры, открыл окно и спрыгнул вниз с 11-го этажа. Мы знаем, что система заранее готовит человека к реализации своих планов. И для этого она использует индивидуальное сознание как свое прямое представительство. Так вот, изначально система через сознание забрасывает мотивирующие мысли человеку, чтобы он был подготовлен к следующему этапу. А на следующем этапе уже дает мысль приказ, который человек начинает реализовывать. Но человек эти мысли слушает, он принимает решение, и он думает, что это решение он принимает как свое, но на самом деле он реализует вот этот интерес системы. И здесь тоже хотелось бы привести опыт игроков. Например, два месяца был дома в гипсе. После первой недели на стенку от скуки лез, наткнулся в интернете на рекламу букмекерской конторы, начал читать аналитику, прогнозы экспертов, закинул на онлайн кошелек 5000 и понеслось. И здесь мы тоже видим, что система готовила, сначала навязывала мысли о скуке, в которые человек поверил, дальше предложила посмотреть рекламу, потом почитать прогнозы, и дальше следовала мысль приказ, после которой человек забросил деньги, и игра началась. И мы уже неоднократно говорили о том, что система навязывает человеку желания через образы и через мысли. И вот тоже одно высказывание игрока. «Я играл в дорогих казино, у меня везде были золотые карты, я чувствовал себя олигархом, будто все в моей власти, и я король». На самом деле в игру вступают два игрока, это первичное сознание и вторичное сознание, но финансируют эту игру личность за счет важных для нее ресурсов, времени и внимания, мы уже об этом говорили. Человек вступает в сделку с системой животного разума, даже не подозревая, какой финал ему уготован. И хочется привести еще один пример, который очень ярко иллюстрирует все, что выше было сказано. «За игровым столом проводил чуть ли не каждый день, не замечая, как летит время. Я чувствовал себя королем. Работники казино удовлетворяли все мои потребности. Если я проголодался, мне несли еду. Бесплатно давали сигареты, угощали алкоголем. Казалось бы, что еще мне надо?» То есть здесь чувство собственной важности и гордыни превалирует и заставляет человека продолжать играть. Также мы знаем, что единственный интерес системы это заполучить как можно больше жизненной энергии человека. И вот в случае с игровой зависимостью она получает жизненные силы не только за счет внимания, но и за счет праны, которая предназначена как запас жизненных сил для физического тела человека. И анализируя опыт игроков, мы видим, что чем активнее человек играет, тем быстрее истощается его тело, тем быстрее он теряет свои физические силы. Когда Личность принимает решение жить под диктат сознания, тогда игра продолжается и сознание игрока фокусируется в одну точку, в игру. И когда Личность спонсирует реализацию этих программ, то она становится абсолютным рабом системы. Вот очень много высказываний по этому. Как от этого избавиться или хотя бы проконтролировать себя, пока не знаю. Это в голове. Сознание как будто отключалось, пока я играл. Я игроман. За два года я спустила столько денег, всё, о чём я мечтала, я просто подарила непонятно кому, загубив часть своей жизни. На этом примере видно, что человек хотя и видит свои материальные потери, но при этом говорит, что часть жизни загублена. И на завершающих этапах появляются суицидальные системы пытаются забрать последние капли жизненной силы человека. И вот очень такое интересное высказывание игромана, когда он говорит, что когда заключаешь, что выбраться из этой ситуации уже нереально, исчерпаны все ресурсы и возможности, и нет никакой надежды на спасение, вот тут-то и приходят навязчивые мысли о самоубийстве. И только в этом видишь хоть какой-то выход и решение проблем. Из передач с Игорем Михайловичем Даниловым мы знаем, что внутренний конфликт начинается тогда, когда Личность чувствует и стремится к одному, а сознание ей навязывает совершенно другое, противоположное. Спасибо большое, очень ценная информация. Смотрите, что было интересного из того, что сегодня обсуждалось, подымалось, и то, о чём очень часто заявляют специалисты касательно игромании. Особенно не побоюсь этого слова псевдо-специалисты, которые говорят, что они легко могут справиться с игровой зависимостью, ибо у них есть опыт излечения людей от алкогольной, наркотической зависимости. Но опять же, сегодня мы уже сказали, что эти вещи ни в коем случае не взаимосвязаны. Это доказано и практикой, это доказано и исследованиями, и теми реакциями, которые происходят в мозгу. Но вот, скажем так, попытаемся ответить на самый популярный вопрос, это о том, что человек легко может закончить с игровой зависимостью, только если он этого захочет. Вот всё, я захотел, и я не играю. Допустим, в многих странах есть так, регулируется это законом, и человек может прийти к менеджеру и сказать, оформите меня, пожалуйста, в ваш блоклист, и, естественно, его потом охрана уже не пускает на порог. Ну и есть такие случаи, когда люди приходят и говорят, всё, я уже там достиг этой точки, всё, я хочу написать этот блоклист, пишет, всё там, этот блоклист, потом через какое-то время он приходит и говорит, ну, я же сам его написал, значит, я его могу отменить, давайте мне обратно, типа, открывайте вход, и я могу играть. Ну, вот такой момент, да, человек уже готов был всё распрощаться, всё, закрыть эту тему, я больше не играю, да, принял решение, но потом с этим решением он расстался и опять пришёл в казино играть. Есть такое, это часто встречается. Спасибо, спасибо, ну, это вот как раз подтверждение того, что, Ирина, ты только что зачитывала, да, вот как система начинает устраивать качели и игры с человеком по поводу хочешь, не хочешь, играешь, не играешь. Ещё немаловажный аспект, озвученный сегодня, да, это вот по поводу формирования зависимости, по поводу программирования человека на постоянное посещение игорных заведений, на постоянный вход в компьютерные игры, да, опять же, сегодня уже не нужно идти куда-то, чтобы поиграть, да, есть онлайн-казино, как и для компьютеров, да, так и для мобильных приложений, сегодня не нужно куда-то идти, как это было ещё лет 15 назад, в специальные компьютерные клубы, где можно поиграть на компьютере с кем-то по сети, сегодня это всё можно делать не просто дома, а в любом месте, где находится человек, если у него есть просто любое устройство, да, туда устанавливается игра, и человек играет, и вот как раз все те механизмы, всё то, что заложено в программировании человека, там точно так же используется такой инструмент, как алкоголь, да, то есть вот людям предлагается выпить, создаётся специальная атмосфера, музыка, антураж, и опять же у нас вот сегодня есть человек, который работал в этой индустрии, он расскажет, как на самом деле обстоят дела в горных заведениях с алкоголем. Ребят, можно микрофон, пожалуйста, Сергею. Здравствуйте всем. Да, получилось так, что отработал в казино, и первое, что хочется сказать, что всегда вот это воздействие, во-первых, люди, они абсолютно не отдают себе отчёт, когда они переключаются, когда они теряют самообладание. И точкой входа вот этого переключения это всегда является алкоголь. В казино очень часто алкоголь является бесплатным продуктом, то есть его просто приносят сразу же, то есть человек только приходит, он ещё не успел деньги поменять, сразу засадятся, что вы будете пить, сразу же предлагают алкоголь. Даже если человек хочет покушать, то бутерброд может быть платным, алкоголь всегда бесплатный. Всегда после такого воздействия, уже по прошествии буквально совсем короткого времени, захватывает азарт, человек полностью теряет своё самообладание, и практически каждый вечер люди бросали пепельницы, они переворачивают столы, они бросают жетоны, они вытаскивают крупье из-за стола на свою сторону. Мне запомнилась такая ситуация, она происходила просто очень часто. Директор одного учебного учреждения он приходил тоже играть, и интересно, что он такой поначалу тихонен, но потом, как только он употреблял алкоголь, буквально второй, третий бокал, он начинал сам с собой разговаривать, и задавался такой вопрос, смотря налево или направо, так что ставить, он играл на рулетке, так что ставить, какую цифру, а 17, ставил 17, проигрывал, какую цифру, а 8, ставить 8. И вот он раз, второй, третий день, в то полгода уже крупье присматривается и всё-таки задает вопрос, извините, пожалуйста, а у кого вы спрашиваете, с кем вы общаетесь? И человек абсолютно как бы удивлённым голосом, он говорит, а вы что, не видите? Это же мой воображаемый друг Андрей. И вот как бы с одной стороны это смешно стало, а с другой стороны это стало страшно, потому что человек, он даже потом, когда всё проигрывал, он садился, брал опять-таки тот же алкоголь, он себе наливал и рядом Андрею вот этому воображаемому наливал. И в подтверждение вот всё, что Ирина сказала, это всё, оно действительно так вот происходит, то есть когда человек хочет завязать, например, с игрой, они даже, они это озвучивают, они укладывают пари на большие суммы и всё равно это их не останавливает. Он говорит, я больше играть не буду, но это проходит день, второй, третий, он приходит, возвращается. Как ни странно, система работает так, что всегда новичкам везёт, и когда новички приходят в казино, они всегда выиграют. А потом он уходит, но практически по прошествии двух-трёх дней он возвращается. Он возвращается и всё, если, мы даже так между крупье, была такая как бы шутка, что если он второй раз вернётся, всё, это заядловый игрок. Действительно, он приходил второй, третий и уже сидел до, как говорится, изнеможения. Также в казино вот что, там отсутствуют часы, все знают, кто не знает, там всегда в казино отсутствуют часы настенные и всегда либо отсутствуют окна, либо они зашторены. То есть так, чтобы человек просто не видел, сколько времени он тратит на игру. И практически были такие моменты, когда мы приходили уже на третьи сутки, на четвёртые, у человека уже лица не было, у него уже жизни не было, он сидит и говорит, он так и спрашивает, а сколько я уже здесь сижу, сколько я уже просидел здесь времени, то есть абсолютно как бы не давая себе в этом отчёт. У нас были игроки, которые убегали с дневного стационара с больницы, у них были серьёзные проблемы, серьёзные были диагнозы, они днём были, вечером приходили, ночь играли, уходили опять в больницу, вечером приходили, ночь играли, к сожалению, их нет в живых уже, при том, они ушли из жизни, ну, как бы я ещё работал в казино, то есть долго они так не протянули. Спасибо. Я хотела бы прокомментировать ещё один момент. Система таким образом усиливает подавление на Личность. То есть есть уже один якорь — игра, и она вешает ещё один якорь — алкоголь. Это только подтверждение того, что здесь цель системы, когда человек уже находится во власти системы, и дальше она его просто изматывает, ну, вот что называется, изматывает в ноль. и поэтому казино, его можно назвать хосписом для игроков. Почему подбрасываются суицидальные мысли, и они идут постоянным потоком? Потому что человек теряет рану, он умирает, с него же просто нечего взять. И это, знаете, как избавление системы от ненужного балласта. Каким образом это произойдёт, не имеет никакого значения. Он убьёт себе сам, у него будет там тромб где-то, не имеет значения никакого. Я ещё хотела прокомментировать сегодня, приводились примеры о том, как у ребёнка ноги гнили от того, что он просидел шесть дней за компьютерной игрой, или очень многие игроманы описывают такое ощущение, когда вот нет силы в мышцах, я теряю, я не могу встать на ноги после того, как он сидит восемь часов. Когда я говорила, что выделяются гормоны, которые соответствуют состоянию стресса у человека, но не они запускают стресс. А что такое стресс, который испытываем мы? Ну, зверюшка, понятно, как испытывает стресс. Угроза из жизни, мы это уже комментировали, да, она принимает решение, выделяются гормоны для того, чтобы она приняла решение бежать или нападать. Но как только опасность уходит, она спокойно щиплет раку и дальше идёт восстановление у неё в организме. Но у человека стресс — это совершенно другое. у человека стресс — это мысли. А что могло бы быть? Картинки и фантазии на тему, а что могло бы быть, если бы сейчас всё-таки произошло иначе? В том числе и в игре тот стресс, который проживает игрок. Это всего лишь поток мыслей и образов от сознания. А что будет, если сейчас ты не выиграешь и так далее, и так далее? Вот это нагнетание. То есть, по сути, стресс, который описывается в психологии, это фантазии, ещё одна иллюзия от сознания. И в эту иллюзию оно вгоняет игрока, и человек проживает этот стресс вновь и вновь. Но что происходит? Почему так быстро разрушается даже тело? Запускает стресс сознание. Это важно понимать. Но на уровне тела идёт какое закрепление? Когда гормоны адреналин, норадреналин, кортизол, эти гормоны, которые собираются, они выбрасываются и функционируют где-то в течение пяти минут, если стресс функционирует нормально. Если это уже хронический процесс, гормоны эти продолжают выделяться. И что тогда происходит? Дело в том, что эти гормоны, они перестраивают работу всего организма. Например, идёт постоянное учащение сердцебиения, тахикардия, повышается давление, идёт сбой нервной системы, блокируются все органы, отвечающие за пищеварение. Вот то, что мы сегодня говорили. Во-первых, подавляется пищевой центр, потому что на его месте формируется доминанта, игровая доминанта в мозге, и всё подчинено работе её. В том числе на уровне гормонов, на уровне эндокринной системы выделяются те гормоны, которые блокируют работу всех пищевых органов. И начинается истощение. Блокируется работа инсулина. То есть глюкоза вся направляется только в мозг, в мышцы, нарушаются обменные процессы в мышцах. И практически мышцы, так же, как и многие другие внутренние органы, не получают питания. Развивается почечная и печёночная недостаточность, то есть просто разваливается организм. Но запускает механизм, это следствие, запускает стресс. И вот эти все состояния — сознание. Это игра сознания. Просто круг, зацикливание. Два сознания играют между собой. потому что если Личность не развивает чувственное восприятие, для неё вся реальность — это те картинки, те образы, которые ей транслирует сознание. А в состоянии игромании Личность полностью сливается с сознанием. Поэтому для неё реальность — это та иллюзия, которая создаётся. И она не способна из неё уже выйти. Просто некому выходить. У нас ещё в Зуме кто-то хотел высказаться. Пожалуйста. Да, я хотела. Можно, Александр, позвольте? Да, конечно, слушаем вас. Здравствуйте всем. Я Наиля Берарова, социальный психолог Москва. Очень много было всего сказано. Я прямо поддерживаю коллег. Но хотелось бы добавить такой момент о причинах, о самых важных причинах, которые существуют у человека в мозгу, для чего он это делает, что им движет. Про уход из реальности здесь многие уже говорили, но не было сказано о принятии роли. Человек, когда впадает в такую зависимость, особенно при игре вовне, в виртуальном мире, он принимает на себя определённую роль. Зачастую это мужчины, и они принимают на себя роль победителя. То есть в этой игре он самореализованный, он побеждает, он может себе позволить то, что в обычной жизни ему просто не подвластно. И тем самым, принимая роль желаемого героя, он себе приписывает его качество. В этом и есть самая большая опасность. И в терапии, и в психологе я в частности использую такую, знаете, повышенную мотивацию для смены паттерна поведения, чтобы человек нашёл новые смыслы жизни, чтобы он научился по-новому коммуницировать с людьми. Ведь зачастую это нарушение межличностных отношений. Очень часто игромания приводят к разводам и к деструктивным отношениям со своими партнёрами. Это чревато тем, что человек теряет смысл жизни, он не понимает вообще, не разделяет, где его реальный мир, где его виртуальный мир, и вся его энергия, всё его внимание сфокусировано там, потому что такое удовольствие, как он получает там, он не может себе восполнить это в реальной жизни. И он перестаёт уметь радоваться, перестаёт уметь получать вот это огромное удовольствие в реальной настоящей жизни, вот эта аддикция. А причинами являются напряжённость, повышенная стрессоустойчивость. Это в основном свойственно тревожно-мнительным типам личности, у которых они больше погружены в себе, но также экспрессивные личности, они также подвергаются вот этой вот зависимости, игромании, гиперчувствительные, те, у кого их склонность к непостоянству. И вот главная задача профессионала в том, чтобы выработать новые поведенческие модели в жизни человека, чтобы он фокус внимания с виртуальной игры сместил на внешний мир, на свою истинную, настоящую, реальную жизнь. Вот это я хотела сказать. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Очень важный момент, сейчас коллега озвучила, касающийся смысла жизни. И вот в передаче «Игромания системы» Игорь Михайлович, он делает на этом огромный акцент, говоря об игромании, что происходит. Прежде всего, происходит подмена смысла, подмена цели. И человек стремится на самом деле его Личность, стремится к истинному самосовершенствованию, в духовном плане, к свободе истиной, к Любви настоящей, к Жизни настоящей. То есть в основе вот этого стремления к духовному развитию, духовному самосовершенствованию. Но система, предлагая иллюзию в иллюзии, подменяет эту цель, где человек может, принимая эти виртуальные роли, по сути, взращивать гордыню, взращивать эгоизм и прожигать жизнь в пустых вот этих иллюзиях, которые предлагает игра. И вот это очень важный момент, потому что невозможно изменить никакие паттерны поведения, невозможно изменить направление мышления, если человек действительно не начинает жить подлинным, настоящим смыслом жизни, стремлением к жизни настоящей и к духовному самосовершенствованию, к раскрытию своего духовного потенциала и к настоящей свободе. Согласитесь, что для этого нужно быть эмоционально зрелой личностью и психологически здоровым человеком, потому что человек, который болеет зависимостью, у которого есть аддикция, он не способен понять, в данный момент ему необходимо найти истинный смысл жизни и заняться своим духовным развитием, к сожалению. Для этого и нужна помощь во мне психотерапия, психологи, социологи и так далее. Но ещё мы видим, что по сути все мы к этому склонны. То есть мы все с вами потенциальные игроманы. Почему? Почему так игромания легко входит в нашу жизнь? Почему стопроцентная зависимость на данный момент? Это потому, что по сути дела идёт игра на универсальных шаблонах сознания, на желание значимости, на желание быть избранным, на жадности банальной, на желание получать признание, на желание сиюминутных результатов. То есть вот на этом всём идёт игра. И поэтому включается каждый, кто живёт, скажем так, под диктовку сознания и эгоизма, он легко включается и впадает в эту зависимость. Вот и истинные причины её. Да, достаточно было сказать, что основанным на желании, потому что всем известно, желание — это есть прямой запрос к системе. Наиля, вы абсолютно правы, точно так же, как и Татьяна и все другие наши участники сегодня, присутствующие в студии и онлайн. Это важно и понятно, что человеку в первую очередь нужно избавиться от зависимости. и той, которую мы обсуждаем сегодня, это непосредственная игромания, точно так же правы по поводу того, что ему нужна помощь специалистов. И по поводу того, что, опять же, сегодня очень часто мы говорили о совести, о том, что совесть сдерживает игроманов от суицида, о том, что совесть по крайней мере напоминает им о том, что в этом нет ничего полезного и хорошего для их Личности. Чтобы долго не объяснять, что такое совесть, можно посмотреть передачу «Победа над собой», где Игорь Михайлович рассказывает, что такое совесть человека. В процессе сегодняшнего обсуждения выяснили, что игромания — это один из самых тяжёлых видов зависимости среди всех, которые на сегодняшний день существуют. Игромания — это смертельная и неизлечимая болезнь. И те научные подходы, те научные концепции, которые на сегодняшний день существуют, они не дают объяснения этому явлению. И поэтому мы не можем помогать миллионам людей и миллионам детей, которые втянуты в эту зависимость. И единственная гипотеза, которая сегодня позволяет понять, что это за явление игромания, почему оно возникает, в чём суть её и причины, это как раз та гипотеза, которая положена в основу нашей игры. И так есть главный вопрос. Почему игроман играет? Почему он не может оставить игру? Что удерживает его в игре? Игромана в игре удерживает проигрыш. Именно проигрыш заставляет его возвращаться вновь и вновь в казино или к рулетке. Чем больше проигрыш, тем больше облегчения испытывает игроман. Во время игры мы уже сегодня говорили, подавляются сексуальные пищевые центры в головном мозге. Это центры, которые отвечают за выживание и замещаются игровой доминантой. Гибнет кора головного мозга, а это ведёт к смерти. человек теряет прану. Прана — это энергия тела. Он чувствует, что он умирает, но он возвращается к игре вновь и вновь до истощения, до полного истощения, до суицида. И сегодня мы говорили о том, что суицидальный риск, суицидальная готовность у игроманов очень высокая, одна из самых высоких. 80% у детей и подростков, 70% у взрослых. Проигрыш нужен для того, чтобы объяснить суицид. И чем больше проигрыш, тем мощнее это объяснение. Поэтому игромания — это массовое убийство людей, а игроман — это стопроцентный раб системы. Когда человек вступает в любую игру с системой, результат этой игры может быть только один — смерть. Давайте мы ещё раз посмотрим на механизм, как это происходит с точки зрения гипотезы, которая лежит в основе нашей игры. Человек имеет двойственную природу, он имеет животное начало, тело и сознание, и он имеет духовную составляющую Личность и Душа. Личность — это Дух, то, кем на самом деле является каждый из нас. Личность, поэтому, раз она является Духом, она может и развиваться только как духовное существо, и развитие может быть духовным. И главным условием этого развития является то, чтобы внимание Личности, а это её основной инструмент, большая часть внимания Личности должна быть постоянно направлена на Душе. Только при таком условии Личность развивается как духовное существо, как человек. Внимание — это энергия, это энергия, это жизненная энергия, которая распоряжается Личностью. Без внимания вообще Личности ничего в этом материальном мире происходить не может. Если Личность в течение жизни своё внимание постоянно уделяет программам сознания любым материальным желаниям, то такая Личность существует как животное и обречена на смерть. Система сознания — это информационная программа. Она нуждается в энергии, как любая информационная программа. И единственная энергия, которую она может получать, это энергия, которую она получает через внимание Личности. Таким образом, игромания — это та болезнь, которая ускоряет этот процесс гибели Личности как духовного существа, в том числе и разрушение тела, как мы сегодня видели. Потому что средняя продолжительность жизни игромана — 45 лет. А часто приводилось очень много примеров того, как гибнут дети. Маленькие дети, подростки гибнут. Вообще, как сама суть процесса, как это происходит? Я напомню о том, чтобы понять этот механизм лучше, что существует первичное и вторичное сознание, сегодня об этом упоминали. Что такое вторичное сознание? Сознание — это интеллект вторичное, и оно проявляется через образы и через мысли. Первичное сознание — это сознание животного, которое развивается еще внутриутробно. Первичное сознание — это гордыня, это эмоции, это желание. Игра — это работа вторичного сознания. Именно оно формирует и поддерживает игру. Для первичного сознания — это жизнь. И вот поэтому вот эта та грань, когда стирается понимание, то, о чём мы говорили, человек начинает путать, где реальность, а где игра. Нет того, кто может принять вообще решение и сделать другой вывод. Мы говорим о том, что человек не может выйти самостоятельно из игры, не может. Нет того, кто может принять это решение. Личность здесь полностью подавлена, она не участвует в процессе, она оплачивает игру своим вниманием и своей жизненной энергией. Но вся игра — это работает сознание вторичного и первичного. Вторичное сознание, с чего начинается игра, сегодня рассказывали. Она начинается с мысли. А давай сыграем. В любой ситуации, у любого человека, в любом возрасте это вообще никак не зависит. Скучно ему, весело ему, есть у него время, нету, ни от каких внешних обстоятельств это не зависит. Заходит мысль в разных вариантах. А давай сыграем. Человек уделяет внимание этой мысли, а вложенное внимание нужно помнить, это посыл к действию. Всё, следом идут эмоции и человек принимает решение, как начинается игра. Сначала идёт захват внимания Личности, неважно, яркой картинкой или мельканием рулетки, там, в игровом автомате барабана. Внимание Личности захвачено, всё, Личность уже не участвует в процессе. Дальше идёт посыл к желанию сделать ставку, после этого возникает напряжённое ожидание. Мы говорили, там, зашкаливает адреналин, адреналин льётся, потому что любое ожидание, почему оно такое напряжённое, чего тревожное? Потому что здесь идёт как бы ожидание исполнения своего желания. Я хочу, чтобы сейчас было по-моему, я хочу, чтобы было так, как я сейчас хочу. Вот, поэтому это в жизни всегда у нас точно так же происходит. Ожидание какого-то результата, которого мы хотим, оно всегда сопровождается очень сильным страхом, тревогой, напряжением. И во время игры идёт очень сильное возбуждение в этот момент, очень сильная эмоция, которая сопровождается тревогой. И то, о чём сегодня говорили, происходит выброс таких гормонов, как адреналин, норадреналин и кортизол. Это гормоны, которые сопровождают состояние стресса у человека. И таким образом, что происходит? Вторичное сознание, оно постоянно соблазняет первичное сознание, провоцирует его на гордыню, на чувстве значимости. И в самом начале игры на самом деле это не важно, он выигрывает или проигрывает, когда нужно как бы вовлечь человека в игру. Потому что для гордыни он всё будет бонусом. Выиграл — хорошо. Смотрите, какой я там выиграл джекпот. Проиграл — все смотрят и всё равно говорят, как круто он проигрывает. Это не имеет значения. Гордыня всё равно получает бонус. Личности нет. И получается вот такая закольцовка. Вторичное сознание постоянно предлагает и втягивает. Только человек отыграл, прошёл этот круг, снова мысль, а давай ещё сыграем, а как здорово, а ты должен отыграться. Неважно, поток мыслей и картинок идёт постоянно, и говорили мы, человек только закончил игру, он уходит, а мысли продолжают транслироваться. Образы, которые возвращают в его игру, постоянно транслируются, постоянно подстёгивают эту гордыню, и он постоянно в неё возвращается. Игроки описывают его, чтобы как-то объяснить, на что это похоже. Личности там нет. Это постоянно, это как бы изменённая реальность. Вот этот альфа-ритм изменённый, это изменённая самоидентификация. Вот о чём он говорит, этот ритм. И получается, что сознание играет, раскручивает игру, Личность её проплачивает, и вот человек чувствует, что он умирает. Кстати, психует вот это первичное сознание в игре, потому что оно чувствует, что тело погибает, прана заканчивается, потому что стресс — это очень большой выброс праны. Но вторичное сознание тут же опять же на его же гордыне играет и говорит, «Не, ну подожди, ну что ты вот это так всё и оставишь? Ты же посмотри, зато как это круто проигрываешь». Да они все вообще ничто по сравнению с тобой. Вот таким образом происходит закольцовка. И вот так до полного истощения человек вовлекается в игру. Он не управляет этим процессом совершенно. Вот есть такие описания у исследователей, которые наблюдали за игроком. Они говорят, что я сейчас приведу эту цитату, она очень точно это описывает состояние. Состояние эйфории, об этом говорит психолог, практикующий, руководитель Киевского филиала Международной антинаркологической ассоциации Алексей Ленинг. Вот что он говорит. У игроманов состояние эйфории происходит не от выигрыша. Я много общался с игроманами, которые выигрывали джекпот. Для таких людей эйфория наступает, когда человек проигрывает. Проигрывает все деньги. И сегодня тоже в историях, которые рассказывали, очень ярко это было описано самими игроками, ставки постоянно увеличиваются, при том увеличиваются неадекватно. Человек часто не имеет даже этих денег. То есть имея тысячу, он будет ставить десятки тысяч. И вот это и есть проигрыш вот таких огромных сумм, таких ставок, они увеличиваются, они дают вот этот максимальный бонус гордыни. Я могу проиграть всё. Я могу проиграть даже то, чего не имею. Вот здесь максимальный бонус гордыни первичного сознания. А эйфорию, которую испытывает игрок в эти минуты, это эйфория вторичного сознания. Это упивание системой, полной властью над человеком. Я ещё хотела привести такой пример, в отличие от большинства людей. Система очень хорошо знает, какова сила внимания и что это за ценный ресурс, которым должна распоряжаться Личность. В одном из ожоговых отделений проводили такое исследование. Пациентов во время наиболее болезненных этапов лечения, когда врачи обрабатывают раны и делают перевязки, ну я сама была в ожоговом отделении, видела это действительно очень такие болезненные процедуры, с выраженным таким болевым синдромом. Так вот, их подключали к виртуальной игре, где они путешествовали среди ледяных пещер, в царстве холода, играли в снежки. И результаты исследования были потрясающими даже для врачей. Боль во время процедур уменьшалась на 35-50%. А на пациентах с более сильными ожогами игра оказывала даже более сильное воздействие, чем морфин, которым обычно их обезболивали. Во время игры пациенты практически игнорировали боль, чувствовали её всего на 8%. Тогда как во время обычного обезболивания они чувствовали боль на протяжении всей процедуры. Могу сказать, что в ожоговых отделениях используются одни из самых сильных обезболивающих, потому что это очень тяжёлое и мучительное состояние. Вот что такое сила внимания, когда человек переключает и вкладывает его, в данном случае, на программу системы. Ещё мне хотелось бы сегодня по поводу тех концепций и несостоятельности их привести такой пример. Высказывание из одного из последних докладов одного из ведущих специалистов в области психиатрии и психологии Михаила Михайловича Решетникова — это российский врач, психоаналитик, доктор психологических наук, кандидат медицинских наук, профессор. Он является ректором Восточноевропейского института психоанализа и он является почётным профессором Венского университета имени Зигмунда Фрейда. И вот что он говорит о кризисе психиатрии. На сегодняшний день основная причина внимания просвещенной части общества к этому кризису связана с её всё более очевидной терапевтической неэффективностью, с её подходами к лечению психических расстройств, которые базируются на гипотезах столетней давности и которые не прошли испытания временем и не подтверждаются современными методами исследований. На сегодняшний день человек по-прежнему рассматривается как биопсихосоциальная структура, при том на 90% традиционно биологическая, то есть человек рассматривается только как животное. Не было найдено никаких надёжных или стабильных биологических маркеров, которые позволили бы убедительно проводить диагностику конкретных психических расстройств. Современные генетические исследования также оказались несостоятельными. Медикаментозное лечение психических расстройств не является ни антиологическим, то есть не действует ни на причину, не является патогенетическим, оно не воздействует на механизм зарождения и развития болезни. И в силу этого результаты такого лечения не могут анализироваться в соответствии с принципами доказательной медицины. А начавшийся ещё в 60-х годах и продолжающийся психофармакологический бум со всей очевидностью продемонстрировал, что этот вариант лечения не приводит к никакому реальному результату. И вот высказывание одного из первооткрывателей транквилизаторов спустя 30 лет их использования. Да, мы изобрели всего-навсего химическую смирительную рубашку. В начале 20-го века появилась гипотеза о том, что психические расстройства связаны с нарушением электрической активности мозга. После этого следующей стала теория об особой роли лобных долей. И десятки тысяч операций по механическому разрушению этих участков мозга были проведены, но не привели к никакому эффективному результату. Затем была, также не выдержавшая проверку временем, гипотеза о дисбалансе гормонов как о теологическом факторе. Также несостоятельно мы видели, что сегодня продолжают искать причины зависимости, причины психических расстройств в том, что происходит нарушение просто химии в теле. Появление психофармакологии привело к тому, что на длительный период времени поиски решения всех проблем психиатрии сосредоточились почти исключительно на химическом и энергетическом обмене нейромедиатора в синаптической щели. И, как иронически отмечают некоторые коллеги наши, они, наконец, нашли душу в синаптической щели. Самое интересное, что многие специалисты прекрасно понимают, что психические расстройства очень тесно связаны с таким понятием, как душа. Попытки поставить знак равенства между химией мозга и психическим состоянием человека оказались несостоятельными. Современная классификация психических расстройств — это поведенческая, а не медицинская классификация. И бессмысленно искать для неё биологические эквиваленты. Это тупиковый путь. Нам, психиатрам, психотерапевтам и психологам, нужно непредвзято рассмотреть действующие научно-организационные и методологические подходы, критически их переосмыслить и начать разработку новых, более адекватных современной эпохи. Почему я привела сейчас эти цитаты, эти высказывания? Конечно, Решетников — это один из немногих на сегодняшний день специалистов, которые вот с такой высоты трибуны имеют смелость открыто заявлять о назревшей проблеме, о несостоятельности той науки, которая сегодня называется психиатрией и психологией. В заключение я бы хотела сказать, что игромания, на сегодняшний день её можно назвать набатом. Набатом для науки и для всего человечества, потому что в игромании нет ремиссий, там может быть только один исход. Человек, который выбирает и соглашается с тем, что он — это и есть его сознание, это путь смерти. А человек, который сохраняет свою связь с Душой, это единственный путь жизни на сегодня. Для чего, по-вашему, дана эта Жизнь? Для того, чтобы вы, извините, из ничего превратились в ничто? Для того, чтобы вы здесь сеяли зло, доказывали кому-то что-то, что вы чего-то стоите? Ребят, ну как бы вы ни доказывали. Ну были в истории такие сильные демоны, как мы уже упоминали их, и Наполеоны, и Гитлеры, и Македонские. Ну и где они? В ком-то из вас? Всего лишь новости. И дальше они не пошли. А смысл? Вот простой смысл. Для чего вы здесь? И вот эти самые важные вопросы в жизни. Кто ты? Для чего ты здесь? И какова твоя цель? А без них весь этот мир, он… Он иллюзия, он компьютерная игра, постоянное отвлечение, то одно, то другое, да? Ну так же ж. А какой смысл тогда от этой жизни, от этого рабского существования, когда за тебя живут бесы, когда ты как инструмент, тебе не хочется, а тебя толкают? Ведь порой же сознание, оно толкает людей на то, что они не хотят делать. Они противятся, потому что хоть остаточки совести, но они есть, да? Вот этот хоть маленький там, не вылупившийся ещё цыплёночек, тот ангелочек, но он сопротивляется. А люди вынуждены делать, потому что бесы их заставляют. Но кто творит всё зло в этом мире, кроме бесов, кроме нас с вами, да? Никто. Ведь зло само по себе, но не существует. Его нет. Это продукт нашей жизнедеятельности. Правильно, вы сказали, что каждый человек всё равно, он чувствует, что он в этой игре проигравший. И отсюда и состояние вот эти, и дискомфорт, и… А разве выигравший компьютерную игру? Он выигравший, он проигравший. Он потратил время, он потратил жизнь на то, чтобы, извини, умеет выиграть иллюзию. Так и в этом мире. Чтоб человек не обрёл, он выигрывает иллюзию. Ну порадовался. Даже олимпийский чемпион. С одной стороны, да, это огромная заслуга, человек что-то достиг, но для него это иллюзия. Вот в чём беда. И с годами он понимает, что если бы дать ему возможность прожить её по-другому, ну ради той минутки славы, она длится минутку. Ну может быть, если он глупый, он бы повторил. Но те, кто понял суть, они бы никогда этого не сделают. Да, ведь самое опасное, что делает реально сознание, что делает система… Подмена. Подмена. Человек вообще забывает, где реальная жизнь. Он не отличает себя от масок вот этих, которые играют. сознание — это то, что нам дает всю информацию. всё, что мы видим, слышим, воспринимаем. Но если человек не воспринимает чувственно, то он как слепой котёнок. Всё, что ему рассказывает, он это воспринимает. Это кто рассказывает? Бес. А они ведь подменяют всё. И слова подменяются в сознании, и суть подменяется. Ну это же сплошная манипуляция. Это же, кстати, одна из методик разработки игр, это загоняйся игрока в самые трудные, ты такого условия загоняйся в… Ну конечно, чтобы эмоционально тяжёлые. И опять-таки… Искусственно. Ну это же создание ситуации. А разве система по-другому действует в нашей жизни? Разве на людей не загоняют психологические тупики? А разве на них создают напряжение с другими людьми и тому подобное? Для того, чтобы он платил. А почему? Потому что человек не знает, что такое у него боя. У него живёт ненавистью, завистью и глупостью. Разве не так? А если бы человек действительно хотел жить и стяжал бы Любовью Божью, жил бы Духом Святым, у него бы не было ни злобы, ни зависти, ничего. Оно ему не нужно. Это лишний груз, который люди носят за пазухой. Это всё равно, что отлить ёжика из чугуна и таскать его за пазухой. Кулицей тяжёлой. Тоже такой приём интересный, что когда проектируют вот эти игры, то они строятся на том, чтобы человек думал, что якобы пока он там отлучается на работу или ещё что-то, жизнь в игре проходит без него, что твоё участие очень важно. Не знаю, там без тебя урожай пропадёт или ещё что-то. Конечно, значимость. Ну вот так, это естественно, втягивается, знаете, так и иллюзия жизни создаётся, создаётся подмена, создаётся значимость этого человека. И он переживает за тот урожай, которого нет. Но он в это время забывает о том урожае, который он даже не посеял, свой духовный. Разве не так? Опять-таки, а кто создаёт эти игры? Ну все скажут, ну есть люди умные, грамотные. А кто умный в этих людях? И каким они, извините, руководствуются, ну, желанием, да? И от кого это желание? И вообще откуда в них мысли приходят? И почему они такие умные? Почему так усложняются, быстро усложняются игры, правильно? И они дублируют нашу жизнь? Бес. Что в этой жизни, что в той? Всё это рукотворство бесовское. Ну разве не так? Стопроцентное отдание своей жизни в руки системе, и она полностью… Совершенно правильно. И живи, как хочешь. Мы сегодня поднимали вопрос, скажем так, диджитализации современного общества, да? И для многих не секрет, что современные технологии всё больше и больше вводятся в нашу обыденную жизнь. То есть мы уходим от картотек, от бумаг, и всё переводится на электронные базы данных. То есть для этого нужны компьютеры и тому подобное. Точно так же, естественно, школы в передовых странах, они точно так же переходят на цифровую интерактивную форму обучения. Да, есть опыт наблюдения уже несколько лет за тем, как вводится вот это раннее образование цифровое в школы, как оно навязывается и какие результаты оно несёт. Все задания стараются сейчас перевести преподаватели на платформы. По разным предметам существуют разные платформы. Например, существует платформа по математике, где ребёнок выполняет, ну, в нашем представлении обычные примеры, которые в своё время мы решали в тетрадочке, в клеточке или на доске. Но программа представлена таким образом, что когда ребёнок решает пример, он пишет, он вбивает на клавиатуре ответы, сверху он видит шкалу, шкалу его результатов. Когда он дал правильный ответ, это зелёная клеточка. Когда ответ неправильный, это красная клеточка. Когда посередине были ошибки, это жёлтая клеточка. То есть он всегда видит вот эту линию, которая либо максимально зелёная, либо максимально красная, либо максимально жёлтая. Также в этот момент он видит параллельно результаты своих одноклассников. То есть кто лидирует, кто проигрывает, кто сколько ответов правильных или неправильных дал. Я наблюдала неоднократно в практике своей, что это всё вызывает у ребёнка эмоции. Он начинает эмоционировать, напишет неправильный ответ и тут же начинает выражать эмоции. Если несколько неправильных ответов, тут просто идёт какая-то реакция психоза, потому что ему кажется, что он проиграл. Нам же, родителям, всё это представляется, что это очень полезно, это очень хорошо, потому что преподаватель видит слабые места детей и может их потом в классе отработать вместе с ребёнком. Я не слышала ни разу, чтобы преподаватель потом озвучил результаты домашней работы или отработал какие-то индивидуальные ошибки. Но зато я проводила эксперименты. Когда те же самые примеры с бабушкой, с математиком он решает в тетрадочке, то эта работа нормальная, конструктивная, никаких реакций это абсолютно не вызывает. Много моментов было, которыми мы были не очень довольны и решили поменять школу. Подбирали долго другую школу, но по факту получилось, что когда мы выбрали школу и получили в ней место, мы получили контракт от школы, который мы должны были подписать, и обнаружили в нём такой пункт, что мы обязуемся купить ребёнку ноутбук фирмы Apple не старше трёх лет в его личное пользование, на которое они поставят свою определённую конфигурацию, свои определённые программы. И если мы не подписываем этот договор, то мы не выполняем свои обязательства, и места он не получит. То есть это такое навязывание родителям, даже если мы этого не хотим, таких обязательств. И тут же возникает вопрос. Вот для родителей, которые столкнулись с тем, что дети уже привязываются к компьютерным играм, каким образом можно использовать технологию изъятия, которую рекомендуют сейчас многие специалисты, что нужно изъять и заменить. А как же её можно изъять, если школы обязуют, чтобы у ребёнка был свой гаджет, которым он должен пользоваться вне дома? У нас есть, скажем так, другая точка зрения на диджитализацию общества, ну и непосредственно самого образования. Точно так же от одной из самых передовых стран в мире — это США. Пожалуйста. Да, есть такая область, регион в США, который именуют как Кремниевая долина или Силиконовая долина. И там расположены ведущие корпорации в области высоких технологий, такие как Google, Yahoo, Facebook и так далее. И вот сотрудники этих корпораций отдают своих детей в школу, где нет вообще никаких компьютерных технологий, где запрещены любые гаджеты, и где, более того, не рекомендуют так же дома, чтобы дети это использовали. И вот приведу несколько высказываний самих сотрудников этих корпораций. Например, Алан Игл работает в Google и у него есть учёная степень по информатике. «Я совершенно не согласен с тем, что компьютер необходим в младшей школе. iPad сможет лучше научить моих детей писать или считать? Это просто смешно». Его дочь, пятиклассница, не знает даже, как пользоваться Google. «Зачем спешить?» — говорит он. «Это суперлегко. Это примерно так же легко, как чистить зубы». В Google и в других подобных местах мы делаем технологии настолько простыми, насколько это возможно. И ребёнок всегда сможет позже, когда им будет нужно, освоить эти технологии. Также и другие сотрудники высказываются подобным образом. И просто возникает тогда вопрос, что если ведущие специалисты в мире в сфере компьютерных технологий своим детям почему-то запрещают, максимально отодвигают от них вот эти блага цивилизации, наверняка они знают, что стоит за этим и почему детям не стоит этим увлекаться. Также мы всегда говорим, что всё лучшее детям. Всегда стараемся, я как родитель всегда дам всё лучшее, что у меня есть. И, честно говоря, меня этот факт заставил задуматься, потому что несмотря на огромное количество информации в интернете, что есть польза, это развивает какие-то навыки, это можно использовать для образования ещё где-то, но один этот факт, мне кажется, очень весом. Да, я как раз и хотел дополнить пару вот эту школу, которая в Силиконовой долине, она называется «Waldo of the Peninsula», где как раз-таки запрещены все вот эти планшеты, а есть только карандаши, глина, где только деревянные парты и нет вот этих новомодных гаджетов. То есть вот это двойные стандарты, которые для одних стран у нас есть, и рекомендованные какие-то методики образования, все задания мы можем получать и синхронизировать в какой-то электронном классе. Это сейчас внедряется в очень многих странах, в том числе и славянских странах. Происходит внедрение вот этих электронных гаджетов, то есть закупаются даже для целых классов вот эти компьютеры. То есть, в принципе, родители, у которых сейчас есть дети, они об этом слышали и знают. А вот с другой стороны, вот эта вот прослойка руководящая, скажем так, элита тех вот IT-компаний, разработчики игр, элита правящая, то есть вот, например, правящий слой в Великобритании, когда вот недавно родился ребёнок, все начали тоже обращать в СМИ внимание на то, куда он в школу пойдёт, какое там меню, и тоже обратили внимание, что там в школе запрещены гаджеты, то есть их там просто нету. Либо же вот эти вот руководители, они очень строго лимитируют время пользования мобильным устройством, причём любой техникой, даже всеми электронными устройствами в доме до 14 лет, то есть до момента авторичного всплеска, и потом очень строго лимитируют. Тот же самый, например, Стив Джобс запрещал своим детям пользоваться iPad. Вот, интересно. Ещё хотелось бы вкратце дополнить про то, кто умный в этих разработчиках. То есть вот Игорь Михайлович озвучивал, что кто умный? Сама система. Получается, что как бы есть такое представление, что разработчики компьютерных игр, они чётко знают, как разрабатывать эти игры. Хотя интересно, в плане, ну, на какую аудиторию они рассчитывают, то есть кто придёт. Ну вот если с ними поговорить, то получается так, что иногда приходит та аудитория, в которую они вообще не ожидали, которая может прийти. То есть какое-то любое там лёгкое изменение в игре, ввёлся какой-то новый элемент, и пришли, например, школьники вместо взрослого поколения, и которые принесли очень много средств за счёт внутренних онлайн-покупок и всё прочее. То есть их попытки объяснить, то есть у них нету никаких вариантов, то есть они предлагают там что-то, ну, может быть, там вот. Но они сами не понимают, как вот эти вот их же сами игры приводят ту или иную аудиторию. Вот мне вот интересно, всплыла такая аналогия кожаных одежд Немрода, которые пережили потоп. И вот там вот интересно такое высказывание, что, завидев эти одежды, звери сами ложились перед Немродом, и ему достаточно было подойти и убить их. И получается, все вот эти вот игры, когда вот ты смотришь, например, на тех маленьких детей, которые как заворожённые смотрят в эти планшеты, или же вот эти вот все элементы в казино, вот эти вот все мигающие лампочки, то есть система чётко знает, куда и как нужно, каким образом можно полностью завладеть вниманием человека, чтобы его в конце концов убить. Вот Саша только что упомянул, что школа, в которой учатся дети этих ведущих специалистов, в области компьютерных технологий, такие школы есть по всему миру. И просто мне это стало интересно, я также читала об этом. И я сама училась в такой школе, у нас в Украине тоже есть несколько таких школ, основанных на этой педагогике. Я, скажем так, на себе испытала этот метод. И действительно там очень строгие эти рекомендации, но, к сожалению, не все родители их придерживаются. И очень видна разница между… Даже в классе и среди учеников видна разница между теми детьми, кто не знает ни компьютеров, ни гаджетов до очень, скажем, зрелого возраста, и всё-таки между теми, кто использует их, и родители разрешают это делать. И могу по себе также сказать, что ни мне, ни другим выпускникам этих школ абсолютно не помешало более позднее знакомство со всеми этими технологиями в том, чтобы успешно поступить в престижные заведения учебные и дальше чувствовать себя абсолютно адаптированным в этом социуме. И ещё мы сегодня говорили о том, что компьютерные технологии, игры, они начинают использоваться в разных сферах — и в медицине, и вот в образовании. Интересно, что придумали в США при поддержке Департамента внутренней безопасности и армии. Там, значит, разработали специальную игру, игру-симулятор расстрела школьников. Для чего это сделали? В США нередки случаи, когда в школах происходят какие-то вооружённые действия, когда приходит какой-то ученик с пистолетом и подобное. И вот предполагалось, что такая игра поможет подготовиться учителям и также ученикам к тому, чтобы в такой стрессовой, экстремальной ситуации как-то быть морально готовым. И в этой игре пользователь может с трёх точек зрения попробовать сыграть, да? То есть это или в роли ученика, или в роли учителя, или в роли стрелка. Также эта программа сделана так, что максимально, вот сегодня мы говорили, максимально реалистично. То есть это ощущение паники, атмосфера вот этого ужаса, да, она там передана. И надеялись, что это поможет. Но, как отмечают в итоге сами специалисты-разработчики, но и также отзывы в интернете от пользователей этой игры, что большинство пробовали себя в роли стрелка. То есть они совсем для другого, получается, эта игра в итоге им совсем по-другому не использовали и не принесла она абсолютно никакого результата, который предполагался. В общем-то, тот, кто разрабатывал эту игру под диктовки системы, как раз, я думаю, выполнил главную функцию для системы. Игорь Михайлович, вот тоже что интересно, в последнее время встречаются всё больше и больше статей в интернете о том, что так или иначе урезаются бюджеты, программ, которые направлены на нравственность в разных государствах. Ну правильно, зато больше и больше спонсируются и поддерживаются программы, которые разрушают нравственность в человеке, которые разрушают в нём банальный человеческий. И пропагандируется ненормальность человеческая. И это навязывается на хорошее средство — нет, а на плохое, которое навязывается на сознание людей, эти средства находятся. Ребят, кому это выгодно? Это, извините, высокодуховные существа это делают? Или такие, ну, петрушки в руках системы? Вы знаете, такое впечатление складывается, что такие похожи. Потому что если взять то, как промывает людям просто сознание, да, то, как влияет на мнение масс, то, как внедряется программное обеспечение, да, специальное, чтобы влиять на мнение, чтобы люди сами не могли принимать решения, адекватных решений человеческих. То есть просто формируется какое-то заведомо ложное общественное мнение, которое приводит в тупик, которое как раз-таки, что поднимаются вопросы, которые нечеловечные, чтобы люди больше потребляли, чтобы люди больше уделяли времени и внимания, потому что в потребительском обществе просто не ценится человек, который утрачивает возможность потреблять. Он должен работать, зарабатывать. Но он же неинтересен. Он и вытечен. Интересен. Выходит из матрицы. Да, выходит из матрицы. Он перестанет… Ну знаешь, что хорошо, и мы это отмечали, что, к сожалению, их сожаления, их системы перестают работать. Все эти вот манипуляции общественным мнением начинают давать сбой, хоть что-то хорошее есть. И люди начинают больше чувствовать, понимать, потому что самой системой начинается агония. и это прослабляет. Да, вот очень резонируют ваши слова с прошлой передачи о том, что люди, которые уже прикоснулись к духовному, да, уже имеют какие-то знания, навыки в духовных практиках, и они всё равно сетуют на то, что «а как же жить постоянно в этих чувствах?», «а как же любить?», «а как…» Вот и сколько вы… Так это и есть жизнь. Да. Жизнь — это Любовь. Да. Это… А как по-другому? Да. Жизнь — это счастье, это то прекрасное, это тот огонь, который называется Жизнью. Да. Ведь он и состоит, он соткан из Любви, он соткан из счастья. А как по-другому? А что называют эти люди Жизнью? Извините, вот эти вот угнетённые состояния, депрессии… Которая наступает после всплесков. Ну как так происходит? Только с его позволения, потому что он сам своим вниманием оплачивает установки, которые ему даёт сознание. Ведь сознание ему говорит, «ты ничего не стоишь». Оно это говорит всем. А зачем ты это покупаешь, оплачиваешь и слушаешь? Ты говоришь, «ну как же, я вот же стараюсь». То есть ты вступаешь в диалог, и вместо тебя артисты на сцене продолжают этот диалог, а ты в зале с позиции слушателя, который оплачивает все эту их вакханалию в отношении тебя. Вместо самопознания — самооправдание. Ну да. И кто здесь дурачок? Сознание или Личность? Личность, конечно. А ведь этот всплеск — это же старт только для того, чтобы в дальнейшем… Это старт, который нельзя бросать. Как человеку не утратить это? Как его потешить? Не покупать глупость, не оплачивать установки от сознания, а держаться именно за это. Силу внимания вкладывать куда? В Любовь и в это чувство. Мы сегодня много обсуждали о том, что практически стопроцентное вовлечение всех людей на Земле в игроманию уже случилось. Но какова же конечная цель системы? Какова идеальная игра для системы? И если внимательно понаблюдать, то тут же можно сделать вывод о том, что основные ресурсы сейчас вкладываются в то, чтобы картинка, чтобы графика стала максимально реальной. используются настоящие города, в которых происходят действия. Уже фактически есть технологии, которые не позволяют отличить графика – это то, что мы видим на экране, или это действительно было снято. Идеальная игра для системы – это когда стирается реальность между компьютерным миром и действительностью. Именно в таких условиях Личность запутывается окончательно. Вот это хотелось добавить. Спасибо. Ещё хотелось бы сказать, что проблема игромании намного глубже, чем представляется. И она уже давно вышла за рамки медицины и психологии. И хочется задать вопрос – сколько смертей ещё необходимо для того, чтобы к проблеме азартных игр отнеслись серьёзно? Я хотела бы уточнить, что конечная цель системы, любой её игры с человеком – это убийство человека как духовного существа и формирование субличности. Но субличность формируется ещё в процессе этого земного существования. И когда мы говорим о том, что игромания – это стопроцентное управление системой человеком, это уже сформированная субличность. Почему мы и говорим, что это неизлечимая и смертельная болезнь? И вот это важно понять. Важно понять, чтобы люди могли это услышать, сделать выбор и остановиться. Те, кто ещё могут остановиться. И вот это очень важно понять. Субличность, так же, как и духовное существо, оно формируется ещё в процессе вот этой земной жизни. Здесь мы приобретаем либо жизнь, либо смерть. Спасибо. Ребята, я ещё раз обращаюсь. Если в зале у кого-то есть чем поделиться, что спросить, пожалуйста. Я бы хотел обратить внимание на то, какие подмены проходят. Вот если реальные, видимые игроманы, которые мы знаем в онлайне, играют в игру, в казино, а мы уже слышим о том, что игромания заходит и в спорт. Ну, такая же игромания существует и в бизнесе. Ведь ни для кого не секрет, что многие компании выставляют акции, облигации, которыми можно покупать, продавать. Но уже существуют также параллельно и фьючерсы, и индексы на эти акции. И никто уже не понимает, что там происходит. Если в реальности человек, который ведёт бизнес, он производит какой-то продукт, он надаёт какую-то услугу, он общается со своими клиентами, с поставщиками, он берёт какую-то ответственность и приносит что-то хорошее в этот мир, то акции, облигации и всё остальное позволяет обычным людям заниматься торговлей, скажем так. Эти все акции облигаются. Даже тот, кто не знает и никогда с этим не сталкивается, для него существуют программки, где он может попробовать. Это какой-то там демо-счёт, это нереальные деньги. Но ты вот только попробуй, сколько ты всё это сможешь заработать, а потом приступишь к реальным деньгам. Но никто не знает, кем это всё контролируется, откуда берутся большие деньги и как они формируются. И эти все специалисты, они прекрасно ориентируются в ценах, но они не понимают, какую цену они платят за это всё. Ведь без нашего внимания ничего не происходит. Спасибо большое. Сегодня вот Евгений упоминал о так называемых ящиках скиннера, то есть, скажем так, инструментах формирования условных рефлексов у животных. И вот интересно, что эта же технология используется и при создании компьютерных игр. То есть есть такое понятие, как виртуальная камера скиннера. То есть, грубо говоря, это условно такая же камера, куда попадает человек, проходя последовательно какие-то испытания, он получает какую-то выгоду, то есть награждение. И вот если вернуться к истории, то исследования в этой области проводились ещё в 30-х годах XX века. Я даже вот сейчас процитирую самого скиннера. Он утверждал, что таким способом происходит формирование условных рефлексов путём последовательного приближения к конечной цели. По сути, этот механизм мы наблюдаем в компьютерных играх. И что хочется сказать? Что есть, скажем, сторона, которая потребляет эти компьютерные игры, а есть сторона, которая их создаёт. Хотелось бы обратиться к специалистам, к огромной массе программистов, которые занимаются разработкой таких компьютерных игр, чтобы просто посмотреть и задуматься, что мы формируем своим выбором, что мы формируем своими же руками. Задумываемся ли мы над тем, что наши дети по дороге в школу или на перемене, или на уроке играют в ту же игру, попадают в такую же камеру скиннера и фактически являются тем же подопытным хомячком, которого ведут к заведомо определённой кем-то цели. Вот если отойти, посмотреть на всю картину со стороны, то происходит вообще парадоксальная ситуация. Реализуется программа системы руками же самих людей. То есть одна группа людей создаёт инструменты для того, чтобы у другой группы людей формировалась вот такого рода зависимость, которая и тех, и других ведёт к смерти. То есть, по сути, это, можно сказать, такая массовая болезнь общества, которую мы сами же поддерживаем. Каков может быть выход? Просто не поддерживать, просто не поддерживать эти программы. И в первую очередь всё начинается с оглашения, с озвучивания этих механизмов, с понимания, как это всё работает, и выбора самого человека — служить этим программам или нет. Спасибо большое. Я вот никогда себя не считала игроманом. Мои познания в компьютерных играх заканчивались на уровне «Супер Марио» в 10 лет. У меня нет установленных игр в мобильном телефоне, на компьютере. Никогда не играла в азартные игры и так далее. Но после просмотра передачи «Игромания» от системы с участием Игоря Михайловича Данилова я поняла, что игромания проникает очень глубоко в разные сферы жизни нашей. В своей жизни я это, например, наблюдала в зависимости, скажем так, или в интересе к социальным сетям. По сути, это та же игромания. То есть мы создаём себе аватара, который соответствует каким-то навязанным шаблонам красоты, успеха или любых каких-то принятых на данный момент в обществе признаком успеха. И вкладываем своё время в создание этого аватара, а потом ещё и наблюдаем за аватарами, которые создаются другими людьми, точно так же в соцсетях. И какое количество времени на это уделяет каждый человек? Ну, в дни. Какое количество раз мы проверяем мобильный телефон, чтобы проверить, сколько лайков и одобрений мы получили? Как отреагировали на очередную фотографию какую-то? Если посмотреть ещё шире, то, в общем-то, игромания переходит в сферу спорта. Мы точно так же выбираем команду, за которую мы болеем, с которой мы себя ассоциируем, и точно так же вкладываем в неё своё внимание, свои эмоции, ассоциируя себя с ней. Хотя на самом деле мы в это время не бегаем и не играем в мяч, мы сидим на диване, едим чипсы, никаким образом не развиваемся. Это тоже своего рода игра. Или игра, например, в бренды. Насколько сейчас популярно быть переверженцем какого-то бренда? Это тоже игра. Это всё стимулирует конкуренцию, стимулирует желание, стимулирует потребление. И проходит вот эта постоянная игра потребления, войны потребления. И в это вовлечены сейчас огромное количество людей, масса людей. Социальные сети по сути формируют наши желания и мнения. Вот приведу банальный пример. У меня есть спальня, в которой никогда не было туалетного столика. Я без него абсолютно пять лет в этой квартире абсолютно спокойно обходилась. И тут, листая как-то ленту в Инстаграме, я вижу прекрасный туалетный столик, который мне прям подходит по всем параметрам. Вот просто ложится шикарно. И у меня возникает желание, естественно, его купить. Но складываются так обстоятельства, как они всегда складываются, что именно в этот месяц бюджет распределён уже у нас в семье так, что на этот столик денег не остаётся. Ну как бы просто в этот месяц можно отложить на следующий. Но нет, возникает сразу же желание навязанное, то есть в голове возникает мысль, тебе нужно его купить именно сейчас. И сразу же после этого возникает расстройство. «Ну ты же не можешь себе его сейчас позволить?» Значит, как бы нужно расстроиться. Не подождать там, не отложить, не запланировать, а именно расстроиться. Возникает раздражение, возникает там какая-то зависть, недовольство собой, сомнения в своих каких-то успехах и так далее. То есть это всё возникло от одной картинки, которую мне подкинула безобидная социальная сеть Instagram. И по поводу ещё вот игр, в общем, мой муж имеет богатый опыт игр, разнообразных игр-стратегий. И вот он как-то говорил, что сложнее всего играть против компьютера, потому что компьютер, он изначально знает всю карту, где в данной игре находятся какие-то важные точки, какие сокровища и так далее. На начальных этапах всегда против этого компьютера очень сложно играть. Но есть один нюанс. Вот сейчас система вокруг каждого человека находится в такой привилегированной, что ли, наверное, позиции. То есть система очень сильна, система обладает знаниями, как поработить внимание Личности, как её к себе привязать, как навязать желания и так далее. Но есть один нюанс. Игрок имеет одно единственное преимущество — он может встать из-за стола или закрыть, нажать на крестик в углу экрана и её прекратить. И вот это внимание Личности нам даёт эту возможность. То есть именно этим мы можем прекратить эту игру, прекратить эту зависимость. Ребят, всем большое спасибо! Было познавательно, было интересно. Наверное, закончим на том, что проблема игромании не то чтобы решена. Мы просто-напросто обозначили сегодня её как проблему впервые, потому что, я думаю, до нашей сегодняшней съёмки об этом и не говорилось. Факты были, какие-то исследования были сделаны, информация есть, но она разрознена. Сегодня мы все вместе собрались, сопоставили это всё. И каждый для себя после просмотра этой передачи сделает свой выбор. Он то ли изменит отношение к игромании, то ли не изменит. Это уже как бы решать не нам. Но, по крайней мере, проблематика озвучена. И на сегодняшний день она не остаётся за тёмным занавесом. Спасибо всем большое и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok